Приветствую всех друзей, вы на канале Шедрилплей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами CEO of Star и идем дальше добивать тех, кого нужно добить в личных квестах нашей команды. В общем, у нас осталось два, как минимум, я так понимаю, да? Ну да, два персонажа осталось, это Серай и, как ее там, короче, капитан корабля-призрака. Остальных мы уже с вами задание выполнили, даже прошли арену. В общем, сейчас наша цель выполнить квест Серай, для этого нужно услышать код, который здесь произносится, да? Ну, во-первых, вот еще кто-то код произносит, можем по его пути пройти. Юг, юго-запад, юго-восток, юг. Юг, юго-запад, юго-восток, юг. Это я потом уже допер, что это за координаты, как их проходить, проходятся они. Юг, юго-запад, юго-восток, юг, правильно? Еще раз. Вниз, 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 сейчас еще разок. Бежать далеко просто. Два раза юг, разве я не ошибся? Нет, два раза вниз по краям, юго-запад, юго-восток, все. Не там вниз, а там вниз. Пока давайте посмотрим этот код, как он сработает, потому что тогда видно будет. По координатам я хотел на сумраке проплыть по морю, а это, как мы проплывем, правильную комбинацию сделаем. По координатам можно здесь походить. Тут, по-моему, в лазурных просторах. Может куда-то туда и выйти. Если нет, тогда я не знаю, что делать. Ну, наверное, тут. Вот, да. Слушай, тут все появляется, еда заново появляется. Можно пробежать, собрать все, что нашлось. Так, юг. Пошли. Поэтому лучше ориентироваться, потому что здесь несколько проходов. Юг. Опять. А, мы ж не по всем ходили в вари... А-а-а-а. Выставляете, мы не по всем вариантам ходили, смотри. Поэтому тут может быть все, что угодно. Мы ж не всех добили. Хотя враги могут исцеляться заново, я не знаю. Сколько у него здорово? Ее? 132. Давай, я лень просто с ними драться. Ладно, его убили. Заколдованный щит. Так, атака кавалерии. Ну, давай. Легко. Супер-то оружием, да? Лупи. Орожь. 98 урона. Кроме шуточки. Так, тут бить нечем. Приктому галерею. Чем-нибудь хотя бы. Заколдованный щит сам на себя. Нормально. Мы щиты ставим, а он их сбивает. Ну, вернее, мы убираем, а он их снимает. Сейчас будет больно. Сейчас будет очень больно. 107. Сбили, сбили. А теперь надо, чтобы он щит не поставил. Все, готово. Смотрите, мы на юг разве не ходили вообще, да? Короче, пищать могут только монстры. Я думаю, мы с вами все зачистили. Так, юг, юг. А, они все зачистили. А что тут не пищит? Не показывает, где направление какое-то. Короче, можно не выкапывать. Реально, одни монстры остались. Ладно, юго-запад следующий. Это сюда. Понимаешь? Юго-запад, да. А теперь юго-восток. Юг. Юго-восток. И юг. Надо проверить. Ну, только монстры остались, я думаю. Да. Все равно я их выкапываю. Не могу остановиться. Знаю, что монстры. И все равно, видите, выкапываю. 165. Убили центрального. Сколько у него? 33 убирает у него. Сейчас щит будет. Сирай. Сколько у него здоровья? 18. Отлично разбили. Ну и юг. Да, мы вышли. Пипец. Реально здесь есть возможность сохраниться. Мужик подсказал, да? А мы как-то не обратили на него внимания. Ну, мы тогда же не ходили, откуда мы знаем, что происходит. А теперь его второй посмотреть. Но мне надо выйти теперь. Набор вопросов 7. Вот где он был, зараза. Ракушка какая-то. 48-я. Радужная. Понятно. Ну, это такое. А это такое. Офигеть. Еще и сохранение здесь есть в этом месте. Оазис. Понятно. Жалко, нельзя сейчас отсюда телепортнуться. Или надо было посмотреть, что усирается. А, нам сначала надо идти. Нам в любом случае надо вываливать. А как мы вывалимся обратно, интересно? Как нам на карту вывалиться? Нам готовить же не нужно? Нет, не нужно. Отдохнем, отдохнем. Прикольно. Больше не было паролей? А, была еще вот эта хрень какая-то у Сирая дома. Вот эти вот детали найти какие-то. А где их искать-то, эти детали? Вот и я о том же. Тоже ж там что-то скрыто. Тоже ракушка какая-то, небось. Ладно, а как отсюда теперь быстро выйти? Это типа выход? А, по вот этим штукам можно выйти. Ну да. О, тут все валяется уже готовое. Ну да, по этим штукам можно выйти. Ась, мне обратно нужно. Ну да, все огороды наши опять зацвели. Прикольная находка. Блин, да выпускать меня уже давай. Сундуки вскрыты, мы тут пробегали. Нельзя превратиться в огонек и взлететь над пустыней. Интересно, почему. По-моему, мы тут... А, нет, туда вышли. Так, тут уже финал, я думаю. Мясо зато наберем, кстати. Где мы столько мяса бы набрали? По 10 кусков. Шутка ли? 10 кусков мяса. Знаешь, сколько он в магазине стоит? А тут, смотри. И кости даже дают. Я так рад косточке, как собака, блин. Во, вышли. Только куда? Сейчас, намок. А как из забытой деревушки выпереться? Ё-моё. Как реально с нее выйти? А, просто назад вышагнуть, да? Я ж не вернусь в пустыню? Нет, отлично. Взлетай. Так, сюда давай. А теперь пошли... А, нам на отдыхе надо посмотреть. Устик. Блин, там же ж был... А, так а как? Мне все равно надо заходить сначала. Возле костраж нам надо смотреть, а не в таверне. Не, ну правильно. Мне ж сначала надо заходить. Пароль-то набивать сначала нужно, а не сбоку. Спасибо, мужик. Тоже нашли. Теперь вопрос надо идти разгадывать. Седьмые нашли. Некроманты видели на уединенном платоу, недалеко от побережья острова призраков. Вот я покажу вам. Да мы туда... Понял, слетаем. Не волнуйся, все будет окей. Сейчас мы только разберемся с Сирай. Можно вас отдохнуть бесплатно? Хотите отдохнуть? Да. Мне что начинать сначала, нужно пароль вводить, правильно? Кстати, как дела у вас? Я готова. Панцирион был достойным соперником и отличная команда. Согласен. Но я не думал, что мы его будем бить почти два часа. Так, тут ничего, потому что он пустой. Эй, хотите? Да, мне нужен рассказ про Сумрак. Плава-лазурную экспедицию, по-моему. Да? Мне последний код нужен. Это дневник путешественника. Возможно, стоит сделать некоторые заметки. Жена Джоуса Лазурной. Да, день первый. Так, подумаю только, что мы случайно дадут. Однако ее нужно найти. Начинаем наброситься на Раптау. Даже затону шелуна. Знаешь, что мы так достаточно настрадались. Нас три команды. Двумя другими руками отброшь к ЛБ. План такой. У каждой команды четыре направления. Лезь следу. Затем возвращаемся еще на четыре сравнимые записи. Команда Брюшо попыталась пройти на северо-восток. Северо-восток, юго-восток, юг и северо-запад. Пипец. Да я не знаю, что делать. Сфотографируй. Северо-восток, юго-восток. Подожди. Северо-восток это вверх-право. Низ-право. Низ. И, блин, тут северо-запад, вверх и лево. Давайте. Подожди. Я просто не знаю. А если мы пойдем по одному пути, а потом не выходить обратно так же, такой же дуристикой? Я не знаю, я не пойду. Так, эта команда погибла, походу, да? Так мне самому все равно интересно, что будет. Команда ЛБ идет на юго-запад, юг и восток. Юго-запад, юг и восток. Я не запомню все. Что касается моей команды, мы идем на северо-восток, северо-восток и юг. Вообще-то лучше пройти, конечно, по всем направлениям. Посмотреть, куда они дошли. Узнать об их экспедиции все варианты. Журнал Джосса, лазунная экспедиция, день 9. Проклятие это стало очевидным, только еще раз глянул на заметки. Брошу. Говорил, что первые два дня все было в порядке, а потом что-то пошло не так. Элби сказал, что познание чувствовалось себя потерять в течение четвертого дня, когда все были на подъеме. Что касается меня, ты был прав. Третий день был по-настоящему особенный. Этот спитбол должен был привести к ее трону. Он остался без питания, как и все остальные, так что пути вперед нет. Еще то, что потерял свою команду, добирайся сюда обратно, пути тоже нет пока все. Если вы считаете, что нашли мои вещи. Что ж, да будет известно, Джосс был здесь. Прикольно. Ну ладно. Конец. Еще раз. Ну, первую я запомнил. Или не запомнил. Давайте по одному приходить. Все равно, что мы, наверное, к костру будем выходить, правильно, мне кажется? Или не будем мы к костру выходить? Или будем? Открывай быстрее. Это не путишь и так, давай. Это мы уже все читали. Так, подождите, я запишу, наверное, чтобы три раза не ходить и не отдыхать. Хотя нам все равно нужно выходить будет, если мы будем... А как там выйти, кстати, оттуда, если... Или нам все равно надо пройти пустыню будет? Жесть просто. Ладно, сейчас подождите минутку, я вот что-то достану. Сейчас запишу, чтобы три сразу пройти. Пусть лучше будет, чем не будет, значит, потом мы с вами просто не выйдем. Так, я нашел. Сейчас запишу. Четыре направления, четыре дня, затем возвращаемся назад. Команда Брюшоу. Так, пишу. Северо-восток, юго-восток, ю-эс и запад. Северо-запад. Есть. Окей. Команда Элби на юго-запад. Ю, ю-з и в. Есть такое дело. Так, и что касается моей команды, это... Это С, В, С, В и Ю. Ну все, я записал. А там что будет? Северо-восток, не северо-восток, пипец. Может, по тем, которые проблемно не ходить просто. Не знаю. Ладно, разберемся как-нибудь. Пошли. Проклятие этого стало очевидно. Ну, пойдем сначала по маршруту, который... Нам последний нужен маршрут, так понимаю, да? Второй раз сплю за последний день. Пошли попробуем. Интересно, куда первое приведет. Может, пара кушки будем получать за каждое... За каждое этот... Вполне может быть там награда какая-то. Может, и еды дадут. Чего я тут не могу подняться? Все бы взял, поднялся. Вот тут в лазурных просторах вверх. Ну, поехали. Первый маршрут. С, В. А, это не тут. С, В. Прикольно, что еда всегда есть. Так, С, В. Захожу. Дальше у нас Ю, В. Ю, В. Если правильно мы идем. Потом Ю. Опять. Прикольно. Потом забуду, где и был. Ха-ха. Бей вот этого. Вот этого бей. Чем я их выкапаю? Я не знаю. Так, второго. Чтоб щит не наложил. Да, с этим разберемся уже как-нибудь. Применение кастрюли. Нормально. Всем по чуть-чуть врезал. Песы такие. Все, больше и больше не смотрю никуда. За три косточки, видите, продался. Так, Юг. Тут мы были. И северо-запад. Северо-запад сюда. А мы вышли? А как это возможно? Давай еще раз. А, так выход всегда здесь, наверное, да? Не, северо-запад не здесь же. Это я на запад вышел. Да, это если ты... Короче, зря я ходил. Тут проходил все. Смотрите. Еще раз давай. Северо-восток. Это неправильно вышло. Это я на запад вышел. Северо-восток сюда. Юго-восток сюда. Сюда. Юг просто вниз. Так, и северо-восток. Правильно я понимаю? Ну да. Значит, сюда чуть-чуть. И мы вышли... В никуда, потому что мы тут были. Значит, первое не работает. Ну, правильно. Они же не дошли к цели, правильно? А здесь всегда можно вернуться. Еще я волнуюсь, непонятно. Ну, вернулся я, вернулся. Так, второй. Второй. Или третий. Я же не записывал, что куда да как. Смотрим. Заходим. Юго-запад, юг, юго-запад и восток. Юго-запад, юг, юго-запад и восток. Я не то записал. Я то записывал. Чем попало? Юго-запад, не сюда. Юго-запад. Правильно же юго-запад. Правильно. Юг. Юго-запад. Юго-запад и восток. Вряд ли что-то будет. Да, мы опять вышли к огороду. Ну и вторая экспедиция никуда не зашла. Давай третье тогда делаем. Так, третье самое главное. Северо-восток. Подожди, мы чуть-чуть, что-то я запутался. Северо-восток. Юго-восток. Так, я это уже делал. Блин, я сбился. Юг. Северо-запад. Мы уже ходили по этой троице. Это не то, блин. Ну, конечно. Опять сюда же пришел. А куда? Подожди, надо тогда читать внимательнее, что там пишут. Или я по этой не ходил. Фига, не пойму. Так. Что так? Так, север-восток, северо-восток и юг. Это не то. Это мы были. Северо-восток, юго-восток, юг, северо-запад. Это мы только что прошли. Северо-запад. Северо-запад, да. Юго-запад, юг, северо-запад и восток. Это тоже мы ходили. Северо-восток, северо-восток и юг. Вот это правильная комбинация. У меня просто восемь комбинаций, я тут записывал. Два раза одно и то же. Попробую разбереть в этом аду что-то. Северо-восток, северо-восток и юг. Северо-восток, северо-восток и юг. Вот. Северо-восток, северо-восток. О, тут мы не были. Северо-восток, тут правильно. И юг вниз. Должны выйти. И мы с вами никуда не вышли. Какая же правильная комбинация-то? Ёперный театр. Ну, давай еще раз-то довалить. Я уже прошел все возможные комбинации. Ни одна не работает. Как же выйти на эту... На нужную нам ветку. Так, ну давай еще спать. Срочненько. Ни хрена непонятно. Да. Главное, у мужика сразу прошли. Там все четко было. Еще раз, тикс. Лазурная экспедиция. Подробно теперь читаем. Этот день, в принципе, должно стоить сделать некоторые заметки. Журнал Джосса. Лазурная экспедиция. День первый. Я не ожидал, что так быстро почувствую страх. Подумая только, что мы можем случайно наткнуться на нее, былую королеву. Ищем королеву какую-то. Однако ее нужно найти, иначе она набросится на Раптаун. Даже затонувшая луна, знает, что мы и так достаточно страдали, себя предать. У нас три команды. Двумя другими руководят Брошу и Элби. Но мы Джосса команда. План такой. У каждой команды есть четыре направления для исследования. Четыре направления для исследования. Четыре направления, четыре дня. Затем возвращаемся еще на четыре и сравниваем записи. Четыре, четыре. Что тут много цифр. Команда Брошу пытается пройти на Северо-Восток, Юго-Восток. Это мы ходили Юг и Северо-Восток. Северо-Восток. Это Брошу, но они нам не нужны. А что мы не прошли туда? Потому что они не прошли. Но опять же, Северо-Восток. Ходили, правильно? Юго-Восток. Ходили. Юг. Ходили и Северо-Запад. А вот на Северо-Запад, может, я тут где-то оплошал? Малеха, может быть, и оплошал. Читаем дальше. Команда Элб идет на Юго-Запад. Юго-Запад ходили. Юг. Юго-Запад дважды. И Восток. Ходили. Есть. И третье. А что касается моей команды, мы идем на Северо-Восток. Северо-Восток. Так, может, только что ходили так. Чего не получилось? Нифига. Может, надо было вообще выйти отсюда? Нафиг. Это правильно. Север-Восток. Вот это команда. Журнал Джосса. Должен освидится день 9. Может, меня что-то не то... Может, перевернуть надо? Проклятие-то стало очевидно, как только я еще раз глянул на заметки. Ну. Это неправильно. Брошу говорил, что первые два дня все было в порядке, но потом что-то пошло не так. А, из трех надо составить. Четыре дня, четыре направления. А я, блин, решил. Ну, понятно. А что было у Брошу? Сейчас подойдите по своим заметкам посмотрю. Северо-Восток, Юго-Восток. Первые два правильно, наверное, да? Северо-Восток. Северо-Восток, Юго-Восток. У Брошу, правильно? Да. Первые два дня все было правильно. Значит, Северо-Восток, Юго-Восток. Это вниз. Нет. Северо-Восток это вверх. Право. И Юго-Восток вниз. Право. Северо-Восток, Юго-Восток. Я бы сказал, что постоянно чувствовал себя потерянным за свечение четвертого дня, когда все были на подъеме. Элби. Твою мать. Это головоломка. Так, Элби. Я записал. Восток последний был. То есть, Северо-Восток, Юго-Восток и последняя Востока, третья. Что касается меня, то я был прав. Третий день был по-настоящему особенным. Третий день. Что было на третий день? Третий день был Северо-Восток. Все понятно. Юго-Восток, Северо... Нет. Северо-восток, юго-восток, северо-восток и четвертый день-восток. Короче, все на восток надо идти. Этот спидбол должен был привести к его трону, но от остального без питания толку не было. Как и все остальные, так что пути вперед нет. Значит, северо-восток, правильно? Да. Северо-восток, юго-восток, северо-восток и восток, получается. Тогда все правильно, да. У нас третий был, северо-восток. А то и первые два дня были хорошие. Первые два дня, северо-восток, юго-восток. Ну, я просто... Просто так это и работает, скорее всего. Да. Северо-восток, восток, а там первые два. Северо-восток и юго-восток. Северо-восток, юго-восток, северо-восток и восток. Ха! Проще пареная репа. Все, пошли, пока я помню. Давай, быстро отсюда. Давай, спать не надо, просто выйти Северо-восток, юго-восток Северо-восток и восток Пусть только не подойдет Я, блин, и так попробовал Подожди, я сохранюсь Чуть-чуть Разгадать, все не сохранится Да извините меня Оказывается, по счастливым дням Надо еще ходить, а не просто так Северо-восток, юго-восток Северо-восток и восток Интересно, еще есть комбинашки? Очень интересно Я думал, по всем трем маршрутам пройду Останки найду, экспедиции Ой, вот это Одно радует, вот это радует Так, северо-восток Пошли Юго-восток Пошли Северо-восток пошли И восток получается И восток Йо-хо-хо-хоу И бутылка колы Да, мы пришли и электричество дали Меня не пустили дальше Потому что он идет где-то там Где-то там далеко Трон былой королевы Ладно Сирая, ты готова Это ж твое задание Хотя место знакомое Довольно-таки Можем даже прямо сюда Прошло-то две минуты О, ракушка Ну, конечно, как раз бросали Эти ракушку Пробуй их найди В этих секретных подлокациях Что пишут? Тут ничего Ну, пошли королеву мочить Я королеву трон вижу Это трон былой королевы Так, ее здесь нет? О, конечно, она здесь Вы готовы? По твоей команде Вставай, блин Или не пух Ой, да она вообще Систолетами Зачем ее будить было? Может, она была взрывчаткой Ого Может, взрывчатку надо было наложить Да и все Чем надо убить? Пять тупых ударов Есть Ну, давайте Четыре-то мы сделаем Сколько у него здоровья? Восемьдесят тысяч Как обычно Зейл Твои удары нам не нужны Я просто думаю Ну, давай Еще один тупой нужен Так, это у нас Кто кого мы там Да, надо ориентацию обязательно Хорош Три Так, Зверь Ты нам пока не нужен Хотя у тебя может быть комбо Для навык А вот с тупым ударом Как раз идет Не, это уже нам не нужно Нам нужна Нам нужна кукла Куклу давай С навыком Неразбериха Потушили Ну, а дальше Можем ее отключать Но сначала Может, Валерий Ударить А ударишь ты потом Да? Да Дуга полумесяц Это просто ударим Хорош Так, ну, а ты Сирай Супер ударчиком Зверь, иди как следует Выключили Трешечка Решан Петрикор нам не нужен Не нужен Ну, можешь сделать И двойную атаку Подожди Какая двойная атака? Возвращайте сюда Господина Ой, там у него Какие-то штучки есть Может, по штучкам Надо бить Ладно, давай по голове Штучки там еще есть Видим? Сопротивление Да, ты что? Валерий Ну, давай Луноран Нажмите, чтобы отразить Давай Я, если по всем штучкам Буду Бить Да, по всем Корову даю Да, неплохо Подожди Навыки ядовиты Дезориентация Давай Еще 71 Что за штучки-то? Бомбыш нибудь, да? Давай еще 164 штучки надо ломать Валерий Давай Луны щит накладывать Что нам ждать От нее Подождем Посмотрим Я так и думал Пушки надо ломать Иначе будет нам беда Там луноранг Там опять 2 И это все за один ход Надо провернуть Нормально Нормально И что мы сделаем За один ход? Да нифига Потому что у нас нет маны А почему нет маны? Потому что Хреню страдали Исцеляющий свет Ну давай Но это нас не спасет Хорош О-о О-о На нас бы накинуть Че? Не хватает Единички Мне кажется Могу что-то съесть Но я не думаю Что это будет Давай еще раз Не я могу Конечно А не могу Лунный клинок У меня есть Могу Супер лунный клинок Комбо сделать Хотите? Это будет По ней Не Лучше вылечиться После удара Что там будет Короче Не надо Давай Наверное Ты Свой луноранг Давай По этим Пробьем Штукам Да Давай Почему так Близко подходить? Отвивать Вообще Неудобно Вообще Неудобно Отпевать Она еще Шаг назад Делает Обалдеть 162 Неплохо Серай У нее урон Суперсила Давай Подруга Покажи Кто здесь Главный Да Давай По всем Я думаю Пушки Развалятся Как раз Нам нужен Физический Нормальный Урон Так Мне одно Здоровье Мне надо Прятать Сопротивление 30 Пушки Отбили А ты Думала Так Ну ты же Меня не будешь Стрелять Я думаю С папушек Нет Чем ты будешь Стрелять Подруга Мощи Солнцем А я Выживу Думаю На 164 Она будет По всем Стрелять Я в шоке Сирай У тебя же Работает Эта штука Ты сможешь Меня Поднять Быстрее На одну Звезду Я думаю Работает Поэтому Ее И взяли Так Валерия Тупой И не Тупой Давай От Эта Хорош Сирай Нифига Нет И комбо Тут не поможет А нет Поможет Локтевая Петля Вот это Хорошо бы было Но тут нет Давай Локтевую Петлю Сделаем Спасем Наших Отлично Вырубили Опять пушки Бесполезно Бить Сделал С добрым Утром Я не знаю Их нет Смыслу Бить Вообще Суперударом Ладно Валерий Верните Пожалуйста Нам Надо Защититься От пушек Которые Сейчас Стрельнут Трель Немного Исцеляем Наверное ВВ Смена На Валерий А у нее 5 Вообще Че я могу Сделать С 5 Ничего Общего Маной Пока есть Не спешу Так Зел Добей ее По голове Сейчас Правда Получимся Хорош Это ерунда Больно Конечно Но это Все Опять Она Еще Еще Один Удар Такой Будет Ну Мы Выживем Я Нет Охренеть В нее Три Звезды Уже Следующий Удар Тоже Расстрел Вы Че Там Охренели Сколько там будет 40 урона Валерий Че делать будем Ну Нам Конец Сейчас Кританет Так У нас Двое Валяющиеся Она Сразу Встала Потому что Одна Была Так Там Один Ход Хорошо Ядовитый Шквал Я пока Ничего Не делаю Просто Наблюдаю Очень Интересно У меня Два Комбо Есть Нам Надо Поднять Товарища Валяющегося Сирай Давай Нам Надо Срочку Делать Пушки Не трогаю Мы Не Подняли Его А че Не Встал Потому что Хоть Не Закончился Так Кое Кому Конец Сейчас Ты Ляжешь Теперь Накидывай Луны Хотелось Бы На Всех Да Ладно Хоть На Два Их Все Снимут Со Всех Как Ранец О Че Че Новый Удар Пистолетом Добрым Утром С 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 Добрым Утром Да Хорош Это же Хорошо Можем Делать Дезориентацию Если Кому То Она Нужна Но Я Думаю Не С 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 Ударит Своей Супер Атакой По голове Вот Это 115 Этот Жалко Меня Ну Ладно Тут Надо Делать Откат Иначе Все Будет Плохо Да Сирает Поэтому Я Дезориентацию Не трогал До этого Момента Теперь Нам Нужен Режущий И Нережущий Есть Навы Кстати Хороший Супер Сила Так А Солнцем Так Давай Пока Не трогать Подожди Я могу Не нужно Я сделаю Это Острый И не острый Это хорошо Вот этим Да У тебя тупой Уже будет Удар Локтем Сверху Силовой Удар Три Подожди А кукла У меня есть Что нибудь Кроме Неразберихи Не фигня Супер Сила Яд Ну яд Не работает Короче Давайте сюда Этого Бутылку Да Давайте сюда Наверное Давайте сюда Наверное Бутылку Она ударит Трелью Нет Вот это Силовой Супер Удар Да Давай По голове Хорош И верните Меня Я его вырублю Хорош Так Пока Отдыхает Пока Не знаю Пушки Ломать Наверное Не стоит Давайте Набивать Ману Пока Дают Это Сделать Потом Супер Ударом Как Это Порешаем Вот Сейчас Он и Будет Ну Давай Свои Опять Эти Супер Сила Супер Бомбы Давай Работает Работает Пушки Сбили Сбили Что Это Дает Только Пушки Что Быстро Возвращаются Назад Совсем Нехорошо Но мы По 30 Нанесли Мы Тогда Еще Били По 10 По Мой Да Может Сейчас И не Исчезнуть Нормально Исчезли А что Дает Пушки Чуть Не Понял Реально Что Они Дают Если Все Рано Ударили Сейчас Тут Немного Этой Штуки Дружище Ты знаешь Что с этим Делаешь Удар С локтем Сверху Это Не Очень Силовой Удар Мистический Урон Одному Врагу Представляем Удар Наносит Бонусный Урон Давай Попробуем Но это Так Не Работает Мне Кажется Конечно Не Работ Только Одну Закрыл Дайте Серай А Серай Не Походит Ну Что Нам Конец Навыки Навыки Солнечный Удар Давай Комбо Навыки Что Что За Комбо Там Мистический Луны Не Разбери Ха Сколько Она Забирает Три Еще раз Это же Надо Повторить Но Я не Думаю Что Мы Повторим С вами Конечно Не Повторим Что Сейчас Уже А Нет Повторим Повторим Давай Та В голову Пей Так И тут Один Ришан Есть Навык Не Разбериха Давай Врубаем Вырубили Тебе Надо Набивать Ману Подруга Тебе Тебе В принципе Можно Комбо Здесь Сделать У нас Есть Или Просто В ручном Режиме Добить Давай Наверное В ручном Режиме Просто Добьем Так И тебя Зверя Меняю На Валерий На Валерий Атака Пок Ну Давай Хорош Так На У меня Просто Острый Без Сяких Там Хорош Так Только Я Раненый Вижу И Сейчас Будет Опять По мне Удар Да Что Такое Валерий Есть У нас Защитка Лунного Щита Нет Замечательно Просто Ну Бей Так 115 Вот Я Про Лунный Щит И Говорил Мать Его Комбо Есть Но Я Хочу Сохранить Давайте Петрикора Сюда Петрикора Кого Меняем Нет Кого Больше Всего Блин У Нее Больше Всего Ладно Сера Сейчас Отобьет Здесь Я Хочу Просто Чтобы Петрикора Сработало А Петрикора Не Сработает По-любому Надо Убирать Меня Сделяющий Свет Ну Давай Дайте Обменительная Вещь Можем Сделать Да Давай С тобой Поехали Управляю огнем Управляю Поехали Ну Тут Сложно Конечно Но Мы Почти Все Пушки Выжгли Сера Суперсила У кого Еще Там Суперсила Свободная Сера Давай Еще раз Пушками Своими По полной Программе Что мы Делаем С пушками Когда Уничтожаем Не пойму Это Защита Или что Или батарея Это батарея Наверное Сейчас будет Больно Как Обычный Сус Лунная Магия Бесполезна У нее Сопротивление За 228 И вот Сейчас Можно Нанести Сокрушающий Удар Понимаю Ей Да Давайте Нанесем С уроном Хути Мана Вернее Солнечная Да нет Такой же Урон Хотя По голове Бичу Больше Ударить Некого Или Что Зараза Бессильны Давайте Сюда У кого там Защита Была У нее Была Сейчас Будет Больно Валерий Да Все Нужны Просто Стрельба Веером Снаряды Богини Пушек Исчезли А Нету Пушек Стрельба Веером Все Таки Это Пушки Батареи Какие Валерий Фу Победили Я думал Еще час Будем драться Да нет Убили Принц Нет Мы Суперударов Сколько Нанесли В итоге Она все же Поплатилась За свое Предательство Спасибо Друзья Да Не за Что Тут Что Есть Оружие Для тебя Серая Среди Обломка Внаружи Легендарные Кинжалы Рекомен Рекомендуемое Действие Взять И применить Да Мне Может Пригодиться Фрагменты Звезд Ух ты Здесь Больше Ничего Для нас Нет Иди Вперед Хорош Давай Посмотрим Твои Фрагменты Звезд Серая Плазменные Кинжалы До свидания Фрагменты Звезд Ого Плюс 13 Плюс 6 Того Стоит Куча Шестеренок Трон Все Пошли Тут Я Надо Отдохнуть Мало Ли Да Не Готовить Спать Мы Еду Не Использовали После Арены Еду Не Используем Ко нам Запретили Есть Я Терри Вообще Про Еду Не Вспоминаю Таак Нормально Валяли Единственное Я не понял Что У Всерая Дома Лежит Вернутся Лазурные Просторы Да Где Где Еще Фрагмент Найти Этой Штуки Чтобы Открыть Что То У Сера И Дома Ну Прикольно По крайней мере С квестом По Нахождению Этой Штуки Прикольно Еще И Лука Нарвали С Пшеницей Так А ну Ка Давай Еще раз Не Домой Забежим Кто Чет Центральный Проход Должен Будет Чтобы Забегать Домой А Это Вот Это Чуть Чуть А Нет Это Метро Там Еще Пароль Должен Был Быть В Каком То Доме Это Тоже Ни Момент Недопонял Луна Вот Здесь Вот В этом Доме У этого Чувака Какие То Ворота Шифры Где То Найти Нужно Или У тебя Купить Можно Тебе Нечего Купить Но На Инжектор И Тот Купил Гибкий Доспех Клинок Это Уже Прошло Ладно Продавай То Что Есть Дамантовая Руда Тоже Продал Плазбенный Кинжал Нам Не Нужны Нет Я Не Продаю У меня 374 Монеты Осталось Так Вот Здесь В доме У нее Что Лежало Еще Что Лежало У нее В доме Вот Здесь Полосы Данных Где Брать Это Ключевой Предмет Я думаю Да При Достаточно Количе Полос Можно Создать Шифр А Шифр От той Дверь Где Взять Полоску Данных Вот Та Дверь Которая Закрыта Как раз Откроется Шифром Мы Одну Не Нашли Где Мы Не Нашли Не Здесь Легнет Тут Вроде Все Вскрыли Предай С нашей Королеве Мы Отом Стиле Нет Тайного Хода Вот Он Может Странный Стоит Я думаю Трипал Скидан Для Нужных Да Тут Луна Или С кем То Не Поболтали Что Вообще Спасать Вот Тут Парень Странный В Кустах Катализатор Боль Тут Все Странные Если Быть Честно Теперь Кошмары Исчезнут Сетинцы Больше Нет Тучи Как Что Вообще Спасать Ну Пошли К тому Мужику Сера Это Должно Быть Невозможно Давайте С помощью Попугая Посмотрим На Карты Там Он Прокричит Где Она На 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 Скажи Мы Не Засырались Здесь По крайней Мере Так Все Тут Давай Где Третья Полоска Может И четвертая Не знаю Как Там Попугай Надо На Карту Выйти Сейчас Выйдем Подай Воду Так А ну Карта Попугай А ну Давай Крякай Чисто 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 Тут Чисто Ну Вот Это Будет Самая Жоповская Думаю Я так И думал На уровне Охотничьего Годи Так А ну Давай Флешмансеру Чуть Не понял Нифига Ну Будем думать Недовольствие Осталось Сокровище В плане Вот этого Шифра А так Два Сундука Я так Понимаю Две Карты Может Быть Где Ну Где Тут Что Тут Лого Флешмансера Еще Я упустил Здесь Дел Сокровище О Это Аналога Флешмансера Тьфу ты Мы тут Не Б Это Шпинальный К Выйди Отсюда Здесь Нет Ворот Будто Он Хочет Чтобы Мы Вошли Хорошо Нехорошо Вон Отсюда Твою Заноку Вошли Отсюда Финал Уже Я забыл Что Мы С ним Не Воевали Так Тогда Нафиг Отсюда Тогда Нам Сюда Так Подождите Там Как Раз Лента И Может Быть А Я Про Что Да Давай Здесь Найдем Если Здесь Не Найдем То Все А Где Тут Охотничьи Угодья Это Они А Еще Карта Сокровище Охотничьи Угодья Священный А Где Там Вот Тут В лесу Охотничьи Угодья А ну Ка А ну Ка А ну Ка А ну Ка И где Мы тут Упустили Мне Мне Конечно Не Очень Хочется Все Зачищать Заново Потому что Враги Что Вернутся Тут Нет Пикалки По Приближению К Сокровищу Нет Не Зато Здесь Все Вскрыл Например Пещерка Наверное Какая-то Где-то Да Не Ну Я Все Вскрыл Да Нам Ничего Не надо Думать Там Просто Надо Найти Охотничьи Угодья И Малины Нарвать О Вот Они Пипец Ты Серьезно Что Серьезно Это Она Снаряжение Облачная Имитация Это Кому Ну Уже Не Годится Ну Выходите Наверное Все Если Это Так Это Самое Быстрое Сокровище Которое Могло Нам Попасться Просто Сундук Не Заметил Прям Перед Перед Входом Дальше В Охотничьи Угодья Дальше Там Вообще Будет Не Очень Комфортно А Вообще Будет Книга Не Очень Комфортно И Следует Что Падать Надо Было Где-то Тогда Вполне Полоска Данных Может Быть У Флэшмансера В Логове А Ну Пипец Да Реально Это Нам Повезло Ну Че Флэшмансер Остался И Здесь Сокровище В Недовольстве Сундук Ну Если Так Тут Недовольствие Может Сундук Не досмотрел В Каком-то Доме Может За Шифром Было 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 Глупо Говорить Хотя Не Факт Может Быть И Не Глупо Реально Там Броня Какая Может Лежать Давай Внимательно Где Я Сейчас Я Сейчас Прокликиваю Может Тут Сундук Где-то Есть Не Знаю Странно Это Все Конечно Что Здесь Что-то Нами Не Найдено Хотя Хотя Вряд Ли Тут Все Свои Вот Это Вдали Нет Этого Мы Вскрыли Это Что Считалось Сокровище Правильно Давайте За Сокровище Взяли Можно Здесь Сокровище Взяли Так Тут Проверили Мужиков Опросили Всех Сейчас Давайте По домам Ходить Кроме Одного Дома Принципе Тут Ничего Что-то Нет Сейчас Мусор Еще Проверю Не До Гликов А Может Быть Забежать Надо Было Сюда Куда Нибудь Здесь Не Ходит Вполне Возможно До Сюда Я По-моему Добегал Как Раз Ну И С Этой Стороны Попробую Я Бо Здесь Разместил Сокровище С Бо Было Бо Я Увидел Хм Ну За шифра Может быть Спрятан Но Вполне Реально Вот Это Станция Спитбола Увидели Сундуки Они Такие Могут Быть Непримечательные Быть Поэтому Станция Спитбола Нам Не Нужна Нам Именно Здесь Нужно Найти Это Сокровище О Нашли Пипец Сундук Бол Хо Один Сундук Который Сливается Смотрите Все Вообще Один В один Сливается Да Все таки Не шифром Закрытое Надеюсь Надеюсь Пипец Как Можно Был Не Ну Туда Как будто В шахте Находится Реально Можно Не обратить Внимание Он Зелененький Был Ну Че Хватит Рекомендуем Надеюсь Найти Больше Пол Не Хватит Знаешь У Этого Некромант Последнее Логово Флешмансера Если Тут Конечно Больше Нет Да Одна Была Три Мало Значит Четыре Нужно Тогда Да В логове Скорее Как Найдем Сразу Надо Слогово Ввалить Ну Туда Пойдем Уже После Как Боссов Этих Вальнем Последних А ну На уровне Недовольства Вы Шутите Еще Один Сундук Есть Полоска Данных Здесь Если Не Дется Речь О Шифре Конечно Комнате Вполне Может Ити Речь О Шифре Комнате Вот Тут Я Не До Щелкал Тут Был Тайный Проход Вполне Можно В дом Войти Какой Нибудь Ну Тут Можно Думать Да Реально Что Это Может Быть Как Раз Шифровая Комната Закрытая Сейчас Еще Похожу Но Маловероятно Что Тут Найдем Вот Она Закрытая Тут Она Не Откроется Но Этого Купить Нельзя Так Тут Тоже Были Тоже Странный Типец Кстати Купить Вот Еда Так Якитори Продана Мужик У тебя нет Сундука Так Это не Сундуки Это я залез Подожди Так С вами Я общался Стоит ли Мне верить С тобой Общался Хранитель души Теперь Припоминаю Классно Упал Ну все Сеть Сурс Уничтожена Повышение Шанса Значительное Все Тогда Тогда Точно К этому Ити Ну нет Тут уже Ничего Вверху Нету Сундуков Один Нашли Три Полоски На Четвертая Там Чтобы Они Все Сразу Открыли Там Я тоже Думал Будет Большая Станция С Большим Количеством Роботов Вот Это Место Стремное Вообще Это Малеха Вот Это Вот Тошний Сундук Ну Тут Странный Проход Стремное Кучему Он Проход Не знаю А Мы Вместе Отдыха Все Нашли А Давай Еще Отдохнем Здесь И Как Раз Послушаем Что Сирая Скажет По Этому Поводу Давай Отдохнем Может Мы Здесь В кабинете Не Обнаружили Сундук Что Нет Сундука Это Кровать Что Либо Подожди Сирая Что Скаж Еще Раз Спасибо За Помощь Я Рада Что Мой Народ Будет Безопас Не Нет Ну Тут Вроде бы Нет Сундука Дверь Заперта Ладно Пошли Все Тогда Тогда У флешмансера Будем думать Что Последний Сундук Ну Полоску Конечно Нашли Круто Это То Что Нужно Все Тогда Валим Поехали В наш Наш Мир У нас Есть Список Вопросов Номер 7 Тот Самый Потерянный Нами Ну Все Здесь Он Вверху Осталось Логово Флешмансера Ну А здесь Понятно Хорошо Что В этих Блин Как они Называются В Вот Этой Верхней Небесной Базе Все Найдено Там Вообще Ужас Искать С этими Лифтами Пере Этими Перетасовками Да Самое страшное Место Страшнее Чем Логов Флешмансера Я думаю Так Вылезаем Полетели Ответим На вопросы Кстати А здесь А здесь От остров Призрака Сокровище На уровне Затопленное Кладбище Да вы что Одно Нам Кстати На остров Призрака Нужно А где тут Затопленное Кладбище Ваше Скажите Где оно Здесь Мы что Не нашли В затопленном Кладбище Что-то Ну Покажите Мне Это город Хорошо Вот это Затопленное Кладбище Или это Пристань Пристань Нет На пристани Нет А где же Затопленное Кладбище А где Локация Затоплена Вот это Что-ли Блин Облака Присесть Не дают Присели Лодочник А ну Отвези Меня Куда-нибудь Зеленое Пламя Есть Вот Эта Фигня Я тоже Не понял Зачем Она Нужна Печать Торговца Кому Ее Дать Точно Что-то Аж Меняется Правильно Карта Карта Кошка Должны Кардинала Найти Какого-то Где вообще По карте Ну место Стремное Отсюда Не вылетишь Так Затопленное Кладбище И И где же Мы тут Что не нашли Просто интересно Сокровище На этом Уровне Посмотрите Какое Сокровище Сокровище Считается Даже Броня Поэтому Может быть И броня Мы тут Не умеем Летать Жалко Что Мы тут Летать Не умеем Вон Грибочек Пожалуйста И считается Сокровище Нет Я думаю Убивать Правда Здесь Никого Не хочется Заново А Здесь Аж Этот Был Склеп Неоткрытый Нами По-моему Да Это Считается Сокровище Помните Склеп Был Или мы Открыли Уже Запамятовал Слева Склеп Там Сзади Давай Бегом Туда Враги Просто Тут Расплюнуть Сейчас Нападут Мы сразу Отправим На тот Свет Просто Вот Интересно Да По-моему Что со Склепом Связано Было Заодно Картошки Накопаем Тут Кстати Нам Сюда И Нужно Быть Потом Плыть А может И Не Нужно Вот Это У нас Не Открылось Вот Затерянное Кладбище Затопленное И склеп Который Мы Не Открыли Почему Потому что Не Нашли Что А что Мы Должны Найти Может Потом Мне Это Должны Дать А Там Мы Одну Ставили Да Там Еще Две Че Не Пишет Пояснение Какое-то Дали Вот Сокровище Тоже Не Разгадали Не Разгадали А Что Должны Были Разгадали Я Не Знаю Вот Хоть Убейте Меня Вообще Не Помню Что Здесь Было И Че Мы Не Нашли Что Должны Были Тут На На Голову Начнут Падать Если Мы Сюда Пойдем Да Есть Сохранение Авто Даже Все Серьезно Иди На Фиг Дай Хоть Перца Нарежу Это Нарежно Должны достали хотел я думаю надо квест просто пройти скорее всего от этой вот опять что-то и рамен и равен и раланы и скорее всего мы что-то с вами здесь найдем надо варить отсюда здесь не такая мыслишка свалить отсюда нам не дадут сходить отсюда этому вы вижу не сдадут так тут же все взяли сундук взяли сокровище есть там будет секретно еще этот тоннель рала на этой самой или как этом звать-то ладно давай уже раз пришли сюда плыть нужно не думаешь на сюда еще раз отправят сейчас гляну одним глазком тут тут этот ходил кардинал может мы его тут и искать будем тишину то не достали ну вот склеп до сто процентов у тебя побежать можно это выход понятно это я все помню как это работает это типа отдохнуть данных по нужны мы непобедимы давай тут куда-то не заплыли а нам с тобой встретиться нужно было я не чувствую холода если только мог вспомнить понятно все таки да все таки пошлец вот этого типа нам надо найти я так правильно понимаешь да да рано пришел ну припы привела меня правильно сюда все пошли обратно через верх зато знаем где его теперь искать здесь же да да где конечно же здесь теперь хрен отсюда выкаем последний раз сохранялись уже загрузиться просто нам лишь этот тип нужен или нет давай там наверх где-то здесь потом опять сюда будем карабкаться сто лет на это выход отсюда нужно сюда ну да а тут мы убивали этаж логово некроманта да а тоннель приведет сюда же мне кажется опять забежал раньше времени туда куда нужно и как раз мы возможно и откроем то что у нас не открыто до сего дня ну зато все выяснили теперь понятно куда бежать а он ракуха а или это не то это поставить повседневная понятно ракуха нашли ночь все понятно и здесь тоже были и здесь мы тоже все вскрыли я нам и так большинство секрета в игре понабивали как отсюда упасть вниз а все просто ладно поплыли обратно еще не заплывешь обратно крема сюда мы сюда доберемся чисто туннель приветствую моих да давай может побыстрее только плыть без без вот этих вот спасибо тут я не могу выплыть наверно а я сейчас через этот через верх так поплыли тогда к острову который мы нашли где мы его нашли маленький остров маленький вот этот остров а тут нельзя высадиться где-то на болотах вот это он аромая из а вот и ромала ромела и кого мы тут должны встретить пипец они кого мы тут нет а встретили запечатлена мистической силой эти руны кажется без подсказки мы далеко не уйдем болото плоского острова можно попросить сестру некроманта хорошая мысль болото плоского острова мы можем попросить сестру некромант чё это где-то ему только что были полузатопленная башня на сокровище осталось плоская у что болото плоского где-то находится точно так и два раза нажимаю на попугаями разные ракушка полузатопленная башня осталось она мне все время разное дает эти на водку блин и тут ракушка стоп ладно смотрите чё делаем а тут осталось как ракушку пух и там чисто как и люблю что там чисто а вот тут осталось эту чистку а тут эти паракушки осталось тропа в джунглях сначала нужно продвинуться дальше что это такое ладно смотрите чё делаем с вами пошли спросим у восторгодателя кого что искать запутался в корабль меня пожалуйста плоского острова а болото плоского футок плотного на плоский остров а ну скажи чего-нибудь если что на этот раз не понял ты место со мной здесь не разговариваешь а здесь будешь разговаривать меня дадут информация а где-то кстати а ну пообщать со мной она не общается уже а с тобой болото плоского острова на на место информацию говорит некроманта видели там так мы его нашли в другом месте вот же ёшкин это запутались там что же болото были и пошли то вопросы ответим сначала болото плоского ванну поплыли плоский остров ты у нас вот же стал и сокровище всего тогда болото плоского острова а где там что было в болото были точно были болото вот он грибах да он давайте еще раз перепроверим информацию я уже не не это не ошибся тут тут на те баллах что-то в болотах может быть чего туда занеслось и мы его нашли на острове призраков а болото плоского острова можем попросить сестру некромант сестра некромант она там живет а точнее он нам 0 этот мужик нам нужен вы все тогда мы там сестру находили она добрая по моему было да 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 только другой стороны лучше заходить здесь же мы ее быстрее на нашли написанный болот который здесь есть а нет это мы вы выходит только заходим и заходили это с лесов правильно можно ходили с лесов до выходили к замку часовщика значит нам сюда я думаю надо будет чем проходить все болото я честно я болото не помню быть хоть пристрелите честно я больше с грибочками здесь прыгали но не более у нее дом здесь был до избушка была грибная надо мы с ней пообщались сюда зашли потом вышли она где-то вверху жила и у нее там была избуха точно тут по идее все мы за открыли хотя здесь сокровище где-то осталось еще обожем а чего делаете что вас обойти а там как бы я вам вас не интересую больше еще нами не напали там зеленый рычаг вот его нажать нужно ладно ведьма где-то жила здесь какой его тут по моему перед входом сюда вверху и помните избушка было это мы активировали так это же головоломки были сейчас нам отдохаемся здесь а может ускоренный быстро может сюда даже машин она на вниз вот самая замудрена я думаю будет время можно начали жила я с конца начал за х но я уже не выйду эти сохранение надо было делать было бы все хорошо вот тут мне кажется она обитала визита верху данном начале она обитала жесть артина и жила то мы начало прошли мы все болото пробежали вот вас знаете тут всю жизнь мечтал вас избить ну мне кажется она не здесь обитал она обитала а вот здесь она обиталась у нас вспомнил вот ведом числе на себя добежать нужно было чтобы спросить у нее привет я знаю зачем вы здесь на себя стоит беспристрастной это значит я не могу не помочь не помешать вам совать свой нос мой котел мы поняли да музей он не понял на пока варево мешается видение появляется а вот и комбинашка эти руны может стоит сделать заметки домик палатка с палкой зеленая короче зеленый а так запомнить просто надо молния с двумя точками палатка с черточкой и вот это сложнее царапина с палочкой но я запомню думал каковы я как обычно запомнил так еще раз запоминаем чтобы наверняка уже царапина тигра до с линией потом у нас палатка тоже с линией ну и нормуль чего и там молния с двумя точек главное запомнить молния с двумя точками иначе будет беда все я ухожу пошли а спасибо бабка это значит я не могу продать мне вам нечего ам есть что продать одна удачная имитация уже не нужно на версии хотя купить нечего то есть сюда к тебе хрен доберешься в углу глаз ямара за 799 показывает о зе сопротивление слабой стороны врага не являющийся вот так мы купили его как раз его там и купили за кучу денег и где же у нас тут болотах были эти сокровища лежать о ракушку нашли решил дома войти красавчик чего там шли огороды туда берем да не зря зашли за дом за киеве не увидел что надо везде только что провалился за дом и до конца дошел это хорошо спрятали то есть остальные огороды почище я забуду подойдите ранение зверя с палочкой палатка с одной палочкой и молния с двумя точками запомнил фиолетовая потому что этаж одинаковый запомнил это считает сокровищем или это считается ракушкой я не знаю выпусти меня она короче начале же лада получается да проще наверно начнем а если они залезу разве хренеть я чудесно чё и грибов наберу да вы шутите а нет теперь могу я и тогда наверно мог может проще было в обратную сторону вернуться или нет свет включите ничего не вижу красиво то ночи не вижу капустка там кстати сундук еще вверху был по моему мы так ходили ходили с вами но не доходили вот тут где-то был еще сундук в верхней части где-то вот здесь ладно на ракушку взяли это вообще чудо так как у меня надоели ребята ей богу нам надо отдохнуть будет ману потратим ё-моё лучше я реально пошел другую сторону че сделать что а с уровня же нельзя выйти да никак перепройти все заново надо как-то издевательство но там по моему где-то был сундук я где-то увидел вдали когда-то мы здесь когда гуляли на дереве сидит приятель или здесь мы гуляли нету сундуком вот начало по моему черепашки играются ё-моё лучше реально пошел назад подожди это грибочек все заново пройти а выйтишь я не могу на карт правильно или могу машина карту могу выйти а я могу посмотреть осталось сокровище бамбуковая бухта осталось сокровище бамбукового это не здесь в этой области мы все нашли бамбуковой бухте еще что-то осталось то есть перчики там грибочки вот а так здесь тогда ничего нет не такая мысля что здесь что-то забыл бамбуковой бухте какой-то сундук вот там вверху мне казалось что там что-то забыл на начнет уж болото болото фух вышли да это начало был но сюда тоже далеко бежать было бабка ровно посередине сидит зараза дать свет спасибо сейчас я че вот это такое а вот были вообще бамбуковой бухте не были секретная область бамбуковая сабль да уже поздно и он валяется еще ракушка сусти реально оазис какой-то радужная ракушка а это че возражается жуткая статуя средства давних сражений нормальный что тут мини лака да она секретная а ну еще есть секрет чисто нифига себе плоский остров зачистили полностью две этих нашли но за домиком бабки это эпик был конечно это самый эпик был что там бы я бы не искал наверное точно так все смотрите мы помним комбинаш диме можно отдохнуть по-быстрому где здесь костры а давайте сюда короче дать сюда сейчас я отдохну в таверне хотя тут у нас есть что потери как я ракушка где на уровне полузатопленная башня ладно это потом пошли на вопросы ответьте мне же 6 7 уровень вопросы заодно отдохнем и продадим и что-то еще купим если нужно будет за вопросами далеко бегать не нужно за викторина этой помидоров не забыть нарвать это последний список вопрос сколько их будет мы уже все обыскали с вами да хочу 8 7 7 7 у меня нету 8 мы даже нашли а 7 нет добрый вечер приветствую вас наш викторин встреч нашего участника зейла да на последний уже хватит уже мы уже все исследовали на обычный как звали лавого монстра охранявшего то что нынче называют печной горой жабану правильный ответ ладно следующий вопрос кто научил зейла боевому навыку рывок по-моему эти двое неверный ответ ладно следующий вопрос что реально тот да какое имя гарл дал небесному змею ранее известному как спящий змей Вейнворд именно ладно следующий вопрос как называют специально атака большого жука тектоник очко ладно следующий вопрос какой из следующих брелоков нужно надеясь чтобы получить дополнительные способности против нежити ээээ дух ниндзя нет блестящий фрагмент да блестящий фрагмент дух ниндзя это у сираи ладно следующий вопрос как называется ресторан высокой кухни в портовом городе Бризе куда меня не пускают да золотой пеликан ха-ха меня тут еще не пустили ладно следующий вопрос какой из перечисленных ингетов не используется приготовлении порфе ээээ а я не смотрез брусник по моему нет да ладно следующий вопрос правда или ложь в облачном королевстве правят король и королева ложь там правят ладно ноги о вы отлично справились ваше наград спасибо выплюнь меня что нибудь об силы на руку да спасибо да ну и последний набор вопросов надеюсь для экспертов правда или ложь Единственные два брата в небесной тверде воздушной стихии это кролик с прощой и колдун-косичка. Правда, единственные два брата в небесной тверде воздушной стихии это кролик с прощой. Я вообще что-то не помню. Правда, да? Ну, хорошо, что это первый вопрос был. А где это вообще? Да, хочу. Золотой великан, да. Какой следующий? Так, это... да. Как звали лавого монстра, охранявшего Жабану? Правда или ложь, единственного брата в небесной тверде воздушной тверде воздушной тверде воздушной тверде воздушной стихии? Ну, тогда правда. Следующий вопрос. Как кто-то научил сделать бы он? А вот этот вопрос. А вот этот вопрос. Ну, это неправильно, серая не была. Знаете, Герца Кевентри, которого мы нашли на болотах только что. Именно. Ладно, следующий вопрос. Какой из перечисленных ингредиентов не использовали приготовления? А тут тоже прав вопрос. Кленовый сиропа не было, молоко и персик были. Молоко либо персик. Ну, если это Парфе, наверное, персик. Потому что он тяжело находится. А мы Парфе делали часто, а персиков у нас не так много было. Ладно, следующий вопрос. Какое имя Гарл дал? Ну, это мы поняли. Бедный Гарл. Как там тебе? Этот правильный ответ. Итак, ладно, следующий вопрос. Сейчас смотрит на нас, смеется, наверное. Как назвать специальной атакой Большого Жука? Тектоник. Ну, сейчас не выкинет какой-нибудь странный вопрос, а все хорошо будет. Мы все ответили. Ложь. Сколько небесных великанов Волшка, если не считая футбольки членов совета? Ну, футболька и три члена совета это четыре. Две ноги было на проходе. Ну, это пять, наверное. Да. Ну, не больше. Потому что один в таверне стоит, один продавец. Ну, да. Ну, правильно. Вот вам и вопрос. Видите? Вот какой вопрос подлый. Его нам не задавали до этого момента. Сапфировая руда. Хочешь сыграть еще раз? Нет, другой раз. Слушайте, так тогда будут еще вопросы, получается, да? Я же думаю, нам надо все пройти. А, ну, еще раз. Что, что, реально девятый будет? Список вопросов? А куда? А где же их искать-то? Я думал, мы сейчас выиграем и что-то нам дадут. Какое-то оружие, может быть. Какое оружие, если мы уже лучше собрали? Ну, броню. Броню у нас нет нормальной. Что-то еще, реально девятый еще есть. Что-то за музыка странная. С ударами какими-то. Так, помидоров нарывали. Тут там все нормально, все нормально. Это, как его... Пошли отдохнем. О, фонтан еще странный. Во! Его тоже, наверное, запустить, наверное, придется. Или что-то с ним сделать. Хеллоу. Хотите остаться на ночь? Тут же мы все почистили. Все, восстановили силы. Сейчас сохранимся на выходе. Жаль, где-то поближе сохраниться где-нибудь. А где-то можно сохраниться поблизости. Они где, блин? Просто не хочу в этом сохраняться. В склепе. А где-то сохранение у вас? У вас ничего тут нету сохраниться, нет? Да, ищу снаряжение. Продать вот это. И купить. А мы все купили. А что, своего нет? Какого-то проходного быстрого. А где-то... А, блин, вот это. Только в таверне, что ли? Не очень. Ладно. Все, побежали открывать проход. Я не знаю, с кем мы там будем драться. А я запомнил? Сейчас будет весело, если мы назад с вами поедем. А мы вполне можем поехать сейчас. Какие там кабинеты? Я помню палатку зеленую только. Красную и фиолетовую. Мол, не помню, да. Спокойно. Я все помню. Будет весело, если назад к бабке придется бежать в котел. Нет, тут должно быть. А, а как зеленую сделать? Да, тут цвета еще нас запомнить. О, вот так должно было быть. Тут две без палочки. Вот так. А здесь удар... Три, но... Ну вот так, наверное. А, палатка без точек. Вот так. Фух, иду сейчас опять в котел ехать. У меня аж похолодел весь я. Я-то не пойду опять полуровня проходить. Тем более мы там уже все нашли. Может сохраниться? Улететь? А то я второй раз не подберу это дело. Ладно, подберу. Все нормально. Раз подобрал, второй подберу. Кстати, а ну карту открой. Ой. Карту открой мне. Скажи мне по этому острову. У нас тут что-то осталось? Ракушка. Полузатопленная башня. А это что? Это ж не тоннель вот этой ромаи, нет? Ну поехали. Когда бы он нас не привез. Ну сохраниться нам не дали. Это будем бежать точно заново подбирать. А вот оно где. Помните, мы здесь были. Были же. Спел. Были. Журнал Ромаи. А что мне с ним делать? Были мы тут. И комбинашка была. Я что-то, видите, забыл про эти комбинашки. Ну, когда мы здесь были? 152 года назад? Ну да. Месяца два назад были. Реального времени. Да. Были же эти комбинашки. Я в них еще стрелял. Летал. А это, кажется, квест, который почти финальный. Журнал Ромаи. Она будет недовольна. А мне что делать? Ну да. Вот и открытие. О! Слышите? Я был здесь в метре от этой пещеры. В метре был от этой пещеры. В метре, Карл. Не зашел сюда. А так бы увидел. Представляете? Вот этот кот бы увидел. И не надо было идти бы к бабке в котел. В метре был. Вот притянул аж меня сюда. Вот бывает такое. Вот как тащат меня что-то. И вот самое обидное, что в метре не дошел. Не, ну тогда бы мы с вами не нашли ракушку за домом у бабки. Во! Я не чувствую холода. Если бы я только мог вспомнить. Подожди. Это тебе надо отдать его все-таки? А там открылся проход куда-то. Блин, надо было сохраниться где-нибудь. Журнал, кажется, он принадлежит госпоже, но эти записи сделаны моей рукой. А в дыру нам не надо идти? Ах да, я ведь полностью забыл об умении. Гресь под лучами летнего солнца и цветы. Они были очень красивые. Хотел бы я снова вернуться туда. Хотел бы. Желтое пламя. Лодочник поймет, что с этим делать. А что за дыра внизу открылась? Гресь получила летнее солнце. Красивую. Хотел бы я вернуться туда. Ладно, боя не избежать. Но и такого дела, конечно, стоит. Зейл, руби. Пипец тут, конечно, запутали в конце. Вот опять же. Опять же, претензия к разработчику. Почему такие завихрения не сделать на протяжении всей игры, а? Скажите. Вот почему. Мы с вами всю игру ходили, вот эти бои с вами ввели на картах. А можно же было все это как-то вплести, чтобы было с самого начала интересно этим заниматься. Так, ну давай. Так, тут. Просто вот это. Не, вот это. Два в одном. Здесь, Валерия, можешь его порвать на запчасть. Окей. Что это за склеп вот это? А, то мы с него вышли. Подожди. Тьфу. Так мы правильно вышли. Это я могу вернуться опять на карту быстро. Так, смотрите, что я сейчас сделаю. Зачем мне тогда здесь бежать через болото? Те пять дурацкие. Правильно, что мы сюда пошли. Если я сейчас телепортом к лодочнику прям прилечу. Только и при этом сохраниться надо где-то. О, перед лодочником есть сохранение как раз. О. А вот это правильно мы с вами сделали. Вот это красавчики, что так поступили. Потому что сейчас я хотел бежать через болото. Представь, сколько там пробежать надо, чтобы опять выйти из них. Так, призрак здесь же, остров. Не я иду. А вот это закрутили. Так, есть. Минутку я сделаю сейвик. Хорош. Приветствую. Можешь плыть за семь морей. Покажи мне цвет своего пламени. Нинатью желтаясь. Я отвезу вас на половину утопленный бар. А, вот здесь ракушка есть. Я думал, какая башня. Может, думал, в замке этой сейтеницы что-то не добрали. А вот еще одна локация, оказывается, существует. Попугай-то каркал про башню. Попугай каркал. Странный у нас попугай. Ты что ж, ну купи уже моторную лодку. Ну, в самом-то деле. Сколько мы будем ездить? Чтобы я не запомнил, куда и что. Приветствую моих друзей. Нет, пока не надо. Ну, давай, чтобы не плавать с этим парнем на его медленной лодке. Еще один сейт сделаем отдельный уже. Ищите эту. О, это зачем? А, ну, давай проплыви все. Тут нельзя. О, там уже трупики ходят. Слушайте, так тут полноценная локация. Я думал, тут это сразу куда нужно. А че ты упал в воду? Я думаю, нам надо бой устроить, чтобы все рассмотреть. А то какой-то проходят, да пропустим, да, зелушка? Охренеть у вас здоровье. Вы че там, купели что ли совсем? Ну, ладно, давай. Ну, ладно, давай. Ладно, давай. Где-то надо убить нам. Он, по-моему, не любит огонь. Да, очень. 206 здоровья, это дофига. Ну, ты же этот кусается. Ну, вы знаете, да? Зел без маны, если что. Ну, смотреть нужно. Я же из чего? Ради трех яблок? Да, не нужно. Угу. А ну, попугай, а ну, карты мне тут. Мы там, где отправили находимся. Полузатопленная башня. А мы где находимся? Как-то локацию посмотреть. Где мы находимся? Ой, боже. А где мы находимся, реально? Я не знаю, где мы находимся. Ну, по-моему, она должна быть. Ладно, поплыли. Сейчас посмотрим. Давай сюда сначала заплывем. Вроде бы это... А ну, выпрыгни. Ничего нету. Наверное, это эта локация, мне кажется. Вот парни с едой. Посмотрим, что тут у вас. А ну, подожди, парни, это, наверное... Не, вот парни с едой. Нет, вот это сюжет, наверное. А это побочка, скорее всего. А ну-ка сюда. И вот заход. Так, ну, надо с этим навалять, конечно. Ничего не поделаешь. О! Надо же прыгнуть, по-моему, а зачем? О! Нашли ракушечку! Жалко, у меня попугая раньше не было. Я бы их все нашел бы с попугаем. А, ну... А ну, сейчас сокровище осталось. Ну, ракушки нет уже. Ракушечку нашел. А ты нам нужен вообще? Я тут... Нужен, блин. Нужен? О, склеп какой-то. Вот это сокровище, наверное, и есть. А кто это? По центру или вот этот? А я не знаю. По-моему, вот этот. О, правильно угадал. Ну, тоже интуиция нужна. Интуиция нужен, да. А, это будет острую. Нет, не годится. А дезориентации у тебя нет. Ну, все, конец. Попали. Ну, бей, че. Не убили. Избил-то как. Вот чавканье-то плохо. Хотя, с его лечением, с нашим уроном. Это смешно. Но лунный щит накинем. Ну, их нафиг. Хорошо. Ты пожалеешься об этом, поверни. Так, давай вот этого. Хорошо. Еще и дерутся. Валерий. 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 Хорош. У нас есть комбо, если что. Поэтому, набивайте ману. Ну, че, наелся? Все, набивайте ману. Ммм, ты туда. Че это было? Щи-зи-зе. Странные движения у вас. 115. Все, чавка еще убили. А эти как-то уже. Переживем. Ну, че, можно делать комбо. Сирай, набивайте ману. Комбо сделаем попозже. Че ты не бьешь Валерии, скажи мне? Кипец. Сколько у него здоровья? 143. Мне очень больно, у меня уже тройной комбо есть. О, нормаль. Теперь можно комбо использовать. Только он ходит, каждый ход, два раза. Сцеляющий свет, да, давай. Отлично. Так, сираем. Все, что есть, бросай в бой. Хорош. Че у нас тут? Наверное, еда. Кленовый сиропчик. Отлично. А, это не вход. Тьфу, я думал, это вход. Их можно было не убивать. Из-за еды. Из-за еды убил кучу монстров. Ладно, погнали сюда. Не, давай наверх. Тут так очевидно, что сюда можно. А, тут не очевидно. Тут еще сокровище осталось на уровне. Надо смотреть в оба. Слышите, полноценный уровень. Не просто битва с боссом каким-то. Реально полноценный уровень. А, мы в любом случае туда с вами должны доплыть. Да, там сохранение есть. Все, я понял. Ну да. Все равно, все равно правильно приплыли. Сокровище, значит, где-то тут. Сейчас нельзя заплыть. Все тоже нельзя. Вопросов не имею. Сохранение есть, как-никак. И отдых. Предлагаю отдохнуть. Да. Готовить нам не нужно, но так все есть. Мерси. Мешок какой-то. Сюда нельзя свалить? В туман. Нельзя. Так, а ну тут поплавай мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этих мы не любим. Еще и в паре. Блин, это жуткие ребята. Я вам говорю, это жуткие ребята. Но они боятся очень огня, по-моему. У них сопротивление, как раз, на огонь. Гургул. Хорошо. Красно, у них сопротивление на огонь. Их надо бить. А мы защитимся лунными щитами. Да, просто посмотреть, чем их надо бить. Ну вот я про это и говорил. Чем их бить? Дамейдж, понятно. Физический урон не любят очень сильно. А этот яд не любит очень сильно. А этот физический урон вообще терпеть не могут. Сираем. Делай ему больно. Все, избавились. А тут держитесь. Сейчас будет бить. Три. Три сразу. Ну и мы его, конечно, будем бить. Есть у нас навыки не огненные. Ну, просто бей тогда. А есть у кого-то, а комбо у нас нет? Это тоже не годится. Тут комбо нужно. Ну, возьми это. Вообще, сюда это надо было позвать. Бутылку. Ладно, мы комбо сделаем, но наваляем. Не, ну молотик, что еще потребить. На, ну давай ему солнцестояние от этого сейчас сделаем. Все. Сираем. Сираюшка, давай, дезориентацию ему. Так, 99. Да. 90. Давайте сюда петрикора какого-нибудь. Чтобы раненые. А, Валерия, это не поможет. Ну, так неплохо. Сираем. Все, вынесли. Верните Валерию на место. Хотя она и раненая, но все равно. Хорош. Блин, я это опять там. А это зачем? А, чтоб сюда попасть. Не смерти мы их хотят. Видишь, сколько их там. Их надо бить физикой только. А он один? Да, один. А вот соседи как раз не физикой. Нам ничего убить раньше, чем... Это... 240. Или соседи же махнуть. А давай справа и слева, потом добьем уже. Чтоб-то мы не сильно ударим. Сколько у соседей? Чтоб соседей до хрена. Давай, Луна, щит. Правда, этот сейчас возьмет и снимет его. Ну да, эти просто ударят. А, этот... Этот свалил. Ну и хорошо. Отлично. Валерий так и везет. Посмотри. Блин, не убили. Двоечка осталась. Странно, что они на Валерии. Как будем лечиться? Одного убили, нам надо вылечиться. Петрикор и Йосинс. Должны быть. Только опять. Кого мы там? Сирая не вылечим. Больно. Зря ты это сделал. На тебе. Максим малочку врубил. Так, ничего не жми пока. Что здесь дают? Тут нам дают шесть персиков. И это зачем? И это зачем? Неплохо. Не-не. А вот с сокровищем. То самое попугайное, да? Всего-то. Такого сокровища можно и не идти сюда. Логово некроманта. Слышите, еще одна есть. Сундук в логово некроманта. А где это логово некроманта? Мы сейчас где? Может мы сейчас и плывем в логово некроманта? Мы сейчас. Опять она. А что с тобой будем драться опять? А сохранится? Сохранились, блин. Там вон какие-то кишки. Что? Снова вы? Это у нас такой же вопрос. Как вы нашли это место? Вы удерживаете герцога Эвентри в этом мире против его воли. Мы положим этому конец. О нет. Вы этого не сделаете. Не сделаем чего? Вы крадете мой журнал. Ищи, вламывайте сюда. Выдвигая требования. Магический предмет, удерживающий его. Где он? Кулон мой, только мой. Так это кулон? Какая беспардонность. Какая грубость. Опять. Бабка, ну мы те раз наваляли. Еще раз наваляем. Вы с ней раньше встречались? Кажется, она не в восторге от вас. Нет, мы с ней не встречались. И на свидание не ходили. Не в восторге, согласен. Довольно, на этот раз пощады не ждите. Вы поплатите жизнью. Готовьтесь. Да уже били тебя, бабка. Ну, насколько можно? Хотя тут серьезно все. Тираем. Ты где? Есть мана. У нее полно маны. Так, не забыли, да? Кости опять. Плоть. Опять зомби. Опять скелеты. Кого мы там убивали первого? Скелетов надо убирать. Там скелеты очень мощные. Зейл. Хорош. Я забыл, что она не любит там у нас. Что-то ж не любит. Валерий, вырубай бабку. Хорош. Опять. Слушай, ты не резкая? Даже она скелетов вызовет. Сто процентов, зараза. Ты угомониваешься хоть на один ход? Спасибо тебе большое. Валерий. Даже не знаю, что лучше будет. Давай, наверное, защиту. Потом не успеем поставить. И 5-2 хода. Зейл. Давай, наверное, вот сюда. Нам надо убить сначала Кости, а потом все остальное. Это, по-моему, важнее. 165. Сираем. Дезориентации нету. Есть луноранг. Давай попробуем. 123 уязвимость. Лунная магия не любит. Пипец, это че-че-че. А ты что, не любишь солнечную магию? Ну, ничего. И это сойдет. Зейл, Валерий. Может, ее сбивать нужно? Да, у меня такие тоже ощущения были. А еще раз тоже что-то были. Валерий, давай. Рука, полумейся. Сону, лупи. Есть. Ты. А, это не она была. Упс. Это была не она. Ну да, чтобы ее убить, надо... Ну, вы поняли. Сейчас она вызовет кое-кого, а мы ничего не успеем сделать. Нам надо с ногу сбить, а потом ее оглушить. Плохо дело. Ну ладно, давай солнечный шар тогда по всем. Раз того не берет, типа по зомби ударим. Там-то уязвимость. Тут нужна комбо, комбо, комбо с ядом и не ядом. Вот это? Нет. Нет. У кого есть? А ну дайте сюда кого-нибудь. Типа него. О, а вот это оно. Локтевая петля, оно в монаха ей. Давай. Хорош. Так, в этом навыке лунная магия нам нужна. Валерий, верните. Сейчас парни этого... Блин, Валерий, верните. Валерий, ты где? А, на центре. Тьфу. Так, подождите, верните тогда мне этого. О, Валерий, лунная магия нужна для вот этого парня. Для этой кучки, вернее. А остальные как пойдут. Главное лишить ее кучек. Без кучек она никто. Четыреста четыре. Ни хрена себе кучка. Слышишь, сколько ее убить надо, эту кучку? Сцеляющий свет. Я ничего не могу сделать. Могу только это сделать. И по этой бить тогда. Потому что уязвимость-то все-таки. Так, два и яд. А вот вы нету, нету у нее. Нету у нее. О, маны нету у нее. Ну, нельзя давать выпускать. Там же будет, представляете, какие демоны будут. У меня предмет без хода. А у меня есть... У меня есть... Та очков маны есть. Пудинг шомер. Пудинг шомер. Давай, пудинг шомер. Дима, зря его готовили. 20 маны. Шутка ли? Без ориентации. Лупим. Хорош. Ну, а дальше я... Хотя, подожди, да. Ну, Валерия может набить пока атаку. И знаете, кому? Вот и ему. Хорош. Нифига себе, кучка сила. Представляете? Вырубай, тетя. Вырубили, тетя. Еще два хода. Да вы... Задолбало уже. Так, она луны ману и магию не любит. Давай. Когда ж она сдохнет-то? Сырая. Без ориентации. Ну, бей по центру. Всем хватит. Упустил момент. Валерий. Навык дуга полумесяц. Давай. 87. Слабовато. Мучила на рангой. Какая-то свои кучки наставила. Вот зараза. Да, да мы не успеем сделать то, что задумано. Что у нас есть с комбал? Откевая петля. Это кто такой делает? Не, нам слонов что-то нужно. Солнце лан, двойной удар, мистическое солнце. Вот это нам нужен солнце ранг. По всем сразу. Желательно отсюда начинать. Давай попробуем. Слушайте, она не умирает куча. Сейчас вызовет кого-то. 500. На, вот я давитый шквал. Сирай, что мы будем сейчас делать с тобой? Я не знаю, ломай ее. Пипец, сейчас второго вызовет. Ну сейчас двоих вызовет. Да, скелет вышел. Этого скелета попробую убить. А, кучка исчезла? А у нас вообще нихрена нет. Ну на двоих из них есть щиты. Стоит признать, это хорошо. 114. Телекучка вернется потом назад. В этот момент... Не помню. Валерим. Стирай. Сколько у него здоровья? 28. 79. Бывает. Так, этого надо сейчас добивать. Солнечный шарик. Да. А сколько у него здоровья? Чтобы тратить на них 9 здоровья. Как-то угодно можно сделать. Стирай, давай. Так, мясо убили. Огненный дождь. Вамечательно. У нас двое под защитой, поэтому... Получу только я, как обычно. Здорово. 500 урона наносится, когда он выпускает, короче, одного. Понятно? У нас комбо есть? Нету. Солнечный шар. Да, давай. Пусть бьет, давай. Я выживу. Отлично. Отлично. Хотя что, отлично. Прощай. Блин. А че он не любит? Яд не любит. А ну сдел... Не, не ты. Не ты. Не ты. А, валерин ему... Блин. Квомбо. Лунный камень. Лунный камень это удар. Понятно. Так, кавалерин. Там мясо. Мясо, 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 мясо. Этот яд не любит. Ну бей по мясу. Может мы его когда-то вольнем. Осторожно. 42. Я жив. Сирая. Знаешь сколько у него здоровья? У него здоровья 225. На Сирая, если сейчас... Сделает вот так. Я думал ты его убьешь. Его не убило. Сколько можно? Так, два огненного, огненные, огненные. Сирая отходила свое. Замечательно. Лунный щит. Ну давай мы ничего не сделаем. Не, подожди, может комбат какой-то есть? Это не то. Лунный клинок не дотянет. Ну и здесь то же самое. Остальных у меня нету. Валерий, накидывай. Некромантия. Зомби вызовет. Все, кучка сдохла. Ну это хорошо. И у нее больше ничего нет. Это здорово. Суперсила. Это кто я? Давай им покажем, кто здесь главный. Пусть призывает. И что он там собирается делать. Свет солена. Ну зомби получит по полной. Нужно было на зомби, конечно, направить. Лучше на нее. Четыреста. Все, всех разбили. Пехоту. Костяная клетка. А что это значит? Не помню такого. Костяную клетку разбить нужно, да. 195. Ого. А что она боится? Она боится всего. Всего магическое. Нам нечем бить магическое. У нас ничего нет. Да, и совсем не любит вот это. Валерий. 129. Зато комбо 3 есть. Сняли. Отлично. Так. Подожди. Валерия отходила? Нет, не отходила. У нее нет навыков. Хорошо тоже. Чудесно просто. Давай дезориентацию пока. Хорош. Так. Комбо. Что там нам поставить такого бы? Солнце. Солнце. Вот тройной поджог. Он нам не нужен нафиг, но... Ну блин, будет больно ей. А вот и то, и то, и то было. Солнце ран. Тут закрыть можем все. Давай. Давай идем. Слабо. Нужно было и лучше. Три удара мы тут никак не нанесем. К сожалению. И еще более бьет Валерий сейчас. Комбо есть. Солнце. Состояние. Мистической луны. Давай вот это. Нанесли. Слушайте. Молодцы мы. Так. Кому там нужно пополнить ману? Давай тебе. Хорош. Оставили ее ни с чем. Давай этим. Сто шестьдесят пять. Так. Новый кит дуга полумесяц не надо. Просто бьем. Да просто бьем, да. Изею. Нуж со вселением. Это она не любит. Сирая. Давай. Хорош. Навыки два. Бей пока. Дают. Хорош. Так. Сирая просто бей. Нам лучше ее массовую атаку что-то придумать. Это мы отобьем ушка как-нибудь. Так. Зейлушка. Можно даже двойной сделать. Хорош. Валерин. Пока ничего. Бей просто. Набивай. Может даже так. Хорош. Опять Зейл. Сирая. Набивай. Ну выстрелит раз. Страшно что-о. Так. Где сделал, где сделал, где сделал. Зейл. Тут в принципе не важно чем бить. Просто надо бить несколько раз. И... Важно. Валерин. Луна ранг одно сломает. А у нее 4, да? Ну у нее 4, да. Да ладно. Так, сделай. Волнечный удар. Пойди прохладаться здесь. Все. Даже. Супер удар. Блин. Накопили уже. Самый мощный. Погодите. Я стою. Второй раз бабку отпинали. Хорошее сражение, мадам. Не начинайте. Все в порядке, Ромая. Просто отдай нам кулон и мы уйдем. И третий раз тебя бить не будем. Ладно. Наглые дураки со своими способностями, которые они не заслужили. Вторки сюда и разрушили мои планы. Вот ваш кулон. А теперь валите. Получен кулон Эвентри. Опять отпинали. И скажите герцогу Эвентри, что он уволен. Ясно? Он не уходит. Он просто уволен. Ладно. Мадам, почему вы все время сервите? Знаете, в моей деревне... Зверь, забудь. Простите, вы кем себя возомнили? Бутылкой? Ладно, давайте просто уйдем. Да, пора уходить. Так мы не обыскали ее дом. Как следует. Все, значит уйдем. Ей нужно побыть одной. Да ладно, она привыкла, что ее бьют. Эвентри, а ты где прячешься в данный момент времени? А что, другого способа нет свалить? Ну ладно, мы молодцы. Ну все, перебили всех, по-моему, уже. Я, правда, настраивался на более долгий бой и думал, она превратится еще в кого-то. Просто мы ее в таком виде уже убивали. Тут поленились, маля, что-то создать новенькое. Мы же ее убивали в таком виде, только она тут чуть-чуть толще была. Ну не чуть-чуть, а довольно толстая была. Так, а ну, проверяем карту. Логово некроманта? Ну это логово некроманта, наверное, первое логово некроманта. То самое верхнее. То, что в этом мы ничего не пропустили. Это 100%. Это то, которое в самом-самом начале. Да. Герцогу. Медален, наверное, смогли вы добыть. Герцогу тут час же мы можем плыть. Отлично. Не надо плывать. Хорошо, что прямо к нему. Затопленное кладбище. Пипец. Так, а зачем нам это? Он здесь, разве сейчас? Наверное, в этом, в закрытом этом, мне кажется. Не, ну все, он меня сюда привез. Чего он мне сюда привез? Здесь же, да. Фух, а я-то хотел его уйти там, где он стоял. Это твой саркофаг слева. Привет. Держи. Этот кулон. Эвильда, и ведь именно ты спасла меня в итоге. Как поэтично. Меня заузеяло вообще-то. Ну ладно, называй как хочешь. Спасибо за помощь, храбрые ребята. Вот, держите ключ от моего гроба. Ох, класс. Его содержимое принадлежало одному моему старому врагу. Надеюсь, что он вам пригодится. Ключ герцога Эвентри. Прощайте. Прощай, герцог Эвентри. Ну, теперь мы наконец-то откроем этот чертов склеп, из-за которого я проходил всю игру. Броня затмения. Герб Эвентри. Снаряжение. Так у меня и так броня затмения. Я знаю, кому ее дам, Валерия. Теперь у нас две брони затмения. Никак. Предметы. Ну ладно. Очередь, реликвии. Чего вы сами не купили? Чего-то меня хотел еще купить. Уже не помню, чего именно. Все, можем валить отсюда. Так, а подождите. А герб Эвентри? Куда мне его? Тикс может получить... А, рассказ. Понятно. Ничего такого, кроме рассказа. Нет, нам рассказ-то и нужен был, собственно. Все, уходим. Все, здесь все. Только тут осталось сокровищное сокровище. Такое. Там может быть просто какая-то фигня. Картошка, пропадай зря. Ну что, поплыли? Нет, давай, подожди. Так сделаем. Сейчас куда-то меня выкинет с игры. Найди этого Эвентри. Приветствую моих друзей. Семь морей. Вези меня туда, куда зеленое пламя. Давай. Только быстро. Спасибо. Так же можно и туда было везти. Ура! Вот, вот здесь, по-моему, да? Оно сейчас одним глазком. А ну. Исцелиться под год закуски в дорогу. Да нет. А ну. Логово некроманта. Ну это ж логово некроманта. Это дом с привидениями. Проклятые леса. Где ж логово некроманта? Что, там же не нашел? В логове некроманта? Ну это ж дом с привидениями. Это ж не та локация. А, в болотах, наверное, логово некроманта или как? Тут же мы с вами все сделали, все разбили, всех распихали. Ладно, нафиг-то. Сокровища, все равно там лучше уже не будет оружия. Сто процентов. Остальное мы собрали. Так. Поехали. Нам теперь отдохнуть надо. Может, прямо здесь? Для атмосферы. Послушай, страшную историю Эвентри. Как раз в этом самом месте. Думал, мы фонтан запустим этим квестом. Ну давайте, я тут отдохну. А, кстати. Я выполнил вашу просьбу. Я не могу пройти мимо музыки. Хей, пофигу. Готовы поспорить, что это единственная группа, может, на корабле? Так они на корабле тоже играют. Ну ладно. Сами дали квест. Хотите остаться на ночь, да? Спасибо вам за ваш визит. И вам тоже. Мы историю пришли послушать. О, мы нашли новый артефакт. Посмотрим, что тут. Открыт новый рассказ. Отерянный рай. Да. И Вильда была отчаястной предводительницей, которой не заботили титулы. Рассказы гласят, что она проводила одинаково много времени в особняке Эвентри в городе со своим народом. Под ее правлением, Люсен процветал и как никогда оправдывал свое звание бастиона света. Рядом с ней был герцог Эвентри, гордый дворянин и яростный защитник своей страны и народа. Говорят, что пламя его стойкой преданности Люсенту уступало только его любви к Вильде. Несмотря на нависающую угрозу часового замка, им удалось сохранить свой счастливый народ безопасности. Однажды ночью, во время очередного длительного путешествия за границу, герцог Эвентри разбудил эмиссар, передававший срочные приказы. И Вильда требовала, чтобы он немедленно вернулся в Люсен, не предоставив никаких объяснений, кроме намеков о страшной угрозе. По прибытии герцог столкнулся с бушующей огненной бурей, горела огромная часть земли, но противника не было видно на горизонте. Какой-то воин сон состояние принял темную сторону. Прячась где-то на острове, он выходил раз в день, чтобы истратить свою силу, медленно сжигая все вокруг. По огненному следу его легко было найти, и битва продолжалась несколько дней подряд, а несмотря на всю свою мощь, герцог Эвентри не смог победить мятежного воина солнцестояния. Видя побочный ущерб, которому привела их битва, он был вынужден признать патовое положение и отступить, чтобы не причинять еще больше вреда своей и без того кровоточащей земле. Не будучи в силах защитить свой народ, герцог Эвентри впал в отчаяние, потеряв бдительность, и враг вошел внутрь. Вторая прислужница флешмастера подошла переодетая и переложила ему магический осколок. Этот древний осколок был изготовлен самими бардами, солгала она, рассчитывая на ослабленный рассудок герцога Эвентри. Он погрузит ваш остров в полную тьму, на один день блокируя все солнечные и лунные лучи. Силы моего врага могли бы... Размышлял он, но... Играя на чувстве чести, герцог Эвентри вторая на последних добавила. Мятежный воин в сцене тоже нарушает правила. Вы ведь хотите защитить свой народ? Спросила она. Герцог Эвентри принял осколок и поблагодарил их за помощь. Просто ударьте посильнее по осколку, и его магия пробудится, объяснила вторая, уходя. Он точно же разбил осколок своей рукой и наложил проклятие на свой остров, сыграв на руку прислужникам. Сначала все шло своим чередом. Ночная завеса покрыла земли, и герцог Эвентри быстро расправился со слабевшим воином. Солнцестояние, когда начались празднования, они призвали магов ветра поднять достаточно сильные волны, чтобы затопить восточную часть острова. Пламя наконец потушили, но таким образом те места превратились в знаменитые болоты, которые знакомы нам сегодня. Тем не менее, все приветствовали перемены, ведь они пришли вместе с победой. Прошло несколько недель. Прежде чем всем стало ясно, что ночная завеса никогда не спадет. Несмотря на то, что народ поддержал герцога Эвентри, он не мог простить себе эту ошибку, сообразив в итоге, Кто на самом деле дал ему магический осколок, он отправился в часовой замок. В тот день герцог Эвентри сыграл на руку прислужника во второй раз. Пока он отсутствовал, третий прислужник флешмансера проник в поместье Эвентри и убил Эвильду. Так был завершен ритуал. В особняке было посажено семя зла, из которого через несколько столетий вырастет сейтельница печали. Полностью отчаявшийся через несколько дней герцог Эвентри умер Ангуре. И будто судьба была недостаточно жестока, 200 лет спустя Ромая нашла его урну и воскресила из мертвых, чтобы он стал ее стражем. Десятилетиями герцог бродил по болотам, которыми когда-то правил полностью, утратив память и не чувствовал ничего, кроме необъяснимой печали. В момент просветления он чувствовал коротковременную, но очень глубокую тоску, почему-то отчего он не мог осознать. Так продолжалось на протяжении полувека, пока однажды молодые воины, это мы, в сонсостоянии не забрали медальоны Эвильды и не принесли его герцогу. А теперь к нему вернулась память, герцог Эвентри разбил медальон, тем самым разорвав связь между своей душой и материальным миром. Наконец-то он обрел покой и мог свободно покинуть этот мир. Класс! Как дела? Вот это я понимаю история, да? А мы возле того склепа ходили, возле той могилы топтались, а она как-то с ключом открывается потом. Ха! Ну все, вроде бы полетели тогда отсюда, куда подальше. 516, давай, монет у нас есть, я предлагаю пойти. Кстати, пишется, 16 монет Зейла окунуть в этот. К счастью, в баню. Чтобы он тоже прокачался. Там у Валерия окунули, а его нет, получается. Согласна? Думаю, против никого не будет. Зейл тоже заслужил, где в наше счастье? Вот она. Так, вот тут мы окунемся за 250 монет. Что-то я там еще хотел купить, уже забыл чего. Какая-то одна вещь у меня где-то осталась. Или уже все купил? Ну давай, Зейлами отправь туда. Добро пожаловать в Палюкс, расслабьтесь, все такое. Желаете воспользоваться нашими услугами, заплатить? Валерию уже нельзя, два раза, понятно, по разу только можно. Ну давай, Зейла. Ришан, куклу, что ли? Нормально. Давай, Зейла. Хорошо вам отдохнуть, спасибо. Сейчас Зейл будет сидеть в центре. О, теперь Зейл тонет. Зейла хотела, чтобы источники были немного горячее, но его верхняя часть спины все же почувствовала огромное облегчение. После короткого сна он стал с более бодрой походкой. Что далее? Что подарили? Магическая атака Зейла увеличивается на 7, прикольно. Ну да, он же у нас маг. Валерея получила силу физическую, а мы получили силу магическую, что очень хорошо. Надо было раньше, конечно, это сделать, но еще это все равно не поздно. Все боссы еще впереди. Ой, фермочка наша дает, доскорейки. Результатики-то. Тут даже персики есть. Редкость. Как оно все растет на этом заснеженном острове, я не знаю. Ну, растет и растет, вопросов задавать не будем. Рыбы отдадите мне. Торговцы. Добро пожаловать, да. А, вот что я не купил за 135. Последнее. Давай. Хотя я летаю уже, но просто у меня его нету. А счеты я продавал сам. Так, продать. О, руды две есть. На. 221. Купить. Сколько у меня? 221? Я тут не знаю, я бы сейчас еще в баню серая еще бы толкнул. Но, а вдруг мне что-то купить надо будет. А вдруг там магазин еще какой-то будет. Куда я знаю, что там дальше. Как-то давайте, наверное, какую-то сумму сохраним. Сейчас рыбу еще нарежем. Привет, кстати. Невероятно, удалось поймать все виды рыб. Спасибо. Ну, все красавцы. А, вот. Все, красавцы. Все собрали, все нашли. Ледяную воду после баньки. Ну, так и надо, а как же. Ну, а другому-то никак. Готовы отправиться в плавание? Нет, да. Мы даже готовы в последние локации приблизиться. Все, так мы пособирали. Там еще можно пофанатеть и пособирать все остальное. Сундуки. Вопросы это, скорее всего, вот смотреть. Вопросы, скорее всего, в каком-то сокровище лежат. Не тут. Ракушка осталась на уровне счастья. Ракушка на уровне счастья. Что там, древняя гробница? Что? Какая древняя гробница? Ракушка на уровне древняя гробница? Здесь? Здесь ракушка осталась? Вот где-где, но на этом острове, я думал, все. А, вон она. Отлично. Это мне не хватало. Ну да. Неплохо спрятали. Да, хрен найдешь. Тут чисто. Нет, вот тут чисто. Ракушка? На уровне счастья? Что, серьезно? На каком уровне счастья? На уровне счастья... Ракушка здесь? Как? Где? Не, я думал, у нас древняя гробница. А нет, она еще одна есть, оказывается. Может, здесь надо всех выкупать? Это как-то дорого выйдет тогда. Все чистые были. А ну, смотрите. А, вот. Вон пещера. А, что пещера. Как-то туда залезешь, что пещера. Точнее, спрыгнешь. Дракушка на уровне счастья. Где? Мы же все построили. Тоже, что мы не можем прыгнуть, нет? Сейчас прокликиваю и все. Вот это что? Морей, на нога не ракушка. Где тут ракушка может быть? Соленая лана у вас получилась. Где ракушка? Попугай ничего не попутал-то? К счастью, было правильным выбором. Может, колодец прыгнуть? Так, а ну, делай сейв. Ну, нафиг. Такие одну нашли. Даже не знаю, что думать о смерти Гарла. А ну, ну, ну. А ну, по трубам. А сюда. Вот это странное место. И мужик странный. Это ракушка? Это стул? Нет. А вверху что это? А, вот она. И где на уровне счастья может быть ракушка? Вверху? В воде разве что куда-то не доплыл, может быть. А ну, сюда. Это пипец. За счастье того особо. Немного-то. Вот за дом, как обычно, как у ведьмы. Ну, его хотя бы чуть-чуть видно должно быть, наверное. И в сундук этот его. Где-то что, должен быть светиться? А ну, сплаваем вниз. А, вот лестница. Наверное, сюда. А ну, давай сюда. Нет, сюда нельзя. Здесь заблокировали. Точно, наверное, со СПА-салоном связан. Но тут я вам гарантирую, что надо, наверное, всех выкупать. Если, конечно, тут на льдине нету сундука. Всех надо выкупать. И тогда тебе... Maybe... Выдадут ракушечку. Не, ну тут-то нет ничего. Сюда меня не пустят. За льдины нельзя заплывать. Хотя сюда вполне пустят. Тут же не бывает невидимого ничего? Пипец. Ракушка на уровне счастья. Точно со СПА-салоном. Просто если мы всех выкупаем, что... Что будет делать СПА-салоном? А, сюда, наверное. Я сюда не плавал. Да. А, взял. И где тут ракушка на уровне счастья? С этой стороны. Что за залив? Здесь я взял ракушку на уровне счастья. Ну что, мужика? У него нет сундуков. Пипец. Странно. У вас. А что это слева за... А, здание какое-то. А что это слева за комната? Дамочки. Что слева за комната? Бамбуковая сабля нам не нужна. Броня из шестеренки. Да. Странно. Вот комната какая-то. Что это за комната? Это откуда у вас комната? Вход отсюда, что ли? А что это за комната реально у вас? А куда попадаете? А что мы туда не можем попасть? Надо проверить вас. В этом? В колодце? Нет. Я вам гарантирую, что в спа. Или мы не отдыхали в счастье. А как отдохнуть в счастье? Люди, а как отдохнуть в счастье? А кто здесь заправляет с счастьем? А как отдохнуть в таверне в счастье? Тьфу. Ну, рука не увидел. Да. Пробежал 10 раз, смотрю вверх. Может тут не отдыхали в новом? И толку? Нету тут ни хрена. Вот даже зараза. Они отдыхали же в новом. Ну, значит, не на уровне счастья. Точно вам гарантирую, что в этом находятся. Короче. В спа-салоне. После того, как всех выкупать. Кстати, столько денег-то добраться. Ну, все. Я думал, здесь будет сундук. Нет, тут не будет. Я еще ничего не... А, ел. Я ел. А че я ел? А че? Че-то я ел. Че-то ж я ел. 100% восстановил ману себе. Во, он так что не зря зашел. А что за 100%? О, Пудин в шуме. Вот это было. Давай. Хорошая вещь. Ну, ладно. Я не знаю. Точно, наверное, связано с этим. Со спа-салоном. Всех пятерых надо засунуть. Вот 100%. Потому что здесь я больше не вижу никаких намеков на что-либо. Если, конечно, я кому-то в дом не зашел. Или сюда не заперся. Ну, по 250. Это мне еще надо 750 монет. Я могу Сираю сейчас, кстати, отправить. Давайте Сираю пустим, блин. Спа-салон. Давай ее повысим в характеристики. Все-таки мы троем в основном бегаем. Да, привет. У меня как раз 250 есть. Да. У нас двоих уже нельзя. Давай Сираю. Хорошо вам отдохнуть. Да, и вам тоже. Сирая, тебе повезло сегодня. Искали счастье. Нашли для тебя счастье. Сирая не особо видела в этом смысл, но все же решила подыграть. Осознала, что это не только физический опыт. Она приняла тишину и почувствовала прилив сил. Ну да. Наш у нас этот робот. Не заржавеет хоть? Сейчас представьте, минус, да? По характеристикам. Атака Сирая увеличивается на день. Да нет, на того стоило. Добро пожаловать в Палюкс. Расслабьтесь в окружении. Не желаете воспользоваться нашими услугами? Кажется, у вас мало золота. Заходите в другой раз. Хамка. Мы тебя вытащили из дыры. Дали работу. А ты... Не, ну хоть убейте. Ну смотри, я же все же обошел. Ну куда можно сундук засунуть здесь? Просто не то, что... Ну неужели он реально сдается за купание? Он что-то там торчит. Но всегда мне нельзя это сто процентов. Или я что-то не досматриваю, как обычно. Ну вроде бы уже все прокликаю. Я даже бегаю кликаю. Пацаны, вы не знаете, где этот сундук? Ладно, скорее всего за спа-салон. Вот посмотрите. Потом скажут, что раз вы у нас всех искупали, вот тут, конечно, могли еще засунуть. Что раз вы у нас всех искупали, то все. Ладно. Можете заходить сюда, наверное, неограниченное количество. А там не было сундука, пока серая купалась. А я не обратил внимания. Может и был. А ну расскажите мне карты еще, пожалуйста. Вот мы находимся здесь, да. Это хамсон состояние. Тут чисто, естественно. Тут... Тут Тань тоже. Тут тоже. Ракушка. На уровне счастья. Вы шутите? Тут чисто. Плоский остров. Тут тоже чисто. Ракушка. На уровне тропа в джунглях. Сколько у нас ракушек? Всего 60. Предметы. 53. Семь ракушек. Да вы шутите. Семь ракушек. Но одна в счастье. Точно 750 монет. А, 500 мне уже надо. 500 монет мне еще надо найти. Чтобы это все собрать. И получить что? Рецепт, наверное, последний. Для достижения. Тропа в джунглях. Это здесь? Здесь? А ну высади меня. Да. Вот эта тропа в джунглях, да? Нет, замшелый тайник. Лишь тропа в джунглях. Внизу, что ли? Нет, это озеро. Священная роща. Интересно. А вверху это ж проклятое какая-то обители как-то называлось. Пик страданий. Еще хуже. Вот это фигня, что ли? Первоначально здесь? Пипец, что здесь реально? Здесь не нашли ракушку? Просто там финал уже. А мы не нашли ракушку. А, это же туристика с этими, блин. С потоками. Ну да. Найди тут ракушку. Точно. Тут можно плюнуть, чтобы мы сделали. А она может быть где угодно. Тут же потоки текут. Попробуй включи, отключи, переключи. Ну да. Намек на то, чтобы сюда выплыть. Но я думаю, она где-то в начале. Что-то мы обыскали всю конкретность и не было какой-то пещерки. Ну просто хотя бы и увидеть, как она, где она находится. Просто некоторые сундуки просто стоят. И выглядывают. Здесь может быть та же история. Или я до него не дотянулся в свое время. Или завода падиком по традиции. А, кстати, завода падиком очень интересно. А что этот проход? Куда тут? А, это дальше пройти. Бывали. Да, мы тут бывали. На фреске изображено какое-то проклятье с применением цветка. Получение часть каменной таблички. Че? На фреске изображено какое-то проклятье с применением цветка. Это мы историю, что ли, получили для Тикс? Да, это мы рассказ нашли. Слышите, у него этого мы не видели. А это не считается секретом, нет? А че он не указывается, что это секрет? Вот я рассказ Тикса из-за этого не услышал про это место. Это вообще некрасиво. С вашей стороны прятать вот так вот от нас. Отвалите. Я за картошкой. Ну да. Так мы не про все услышали из рассказа. Вон он, бляха-муха. А ну убивайте вонючих. Нашли. А как тут два ударить сразу? Бить по одному. Понятно. Это ранее локация. Мы уже намного сильнее. Этого всего. Да. Слышите? Вон он, вон он. Вот он. И как мне выйти из пещеры, которая находится где? Водопаде. Мы видели его. Я помню, что я его видел, но... Мне как-то... Потом вылетело у меня что-то. Как на эту пещеру залезть? Хитрость какая-то, небось. Что это было? А на этот нос как залезть? Нам сюда лучом надо попасть. Хотя это, по-моему, сюжетный квест. Что за звуки? Не, это мы активировали не то. Здесь эта пещера должна быть. Какая-то секрет. О, я насквозь уже проплыл. А как-то насквозь проплыл. Где же пещера? Ну, этот сюжет мы открывали. Что дальше пройти? А пещера? Ну, не думаю, что она далеко находится. Сундук прям в пещере. Возле выхода с пещеры. А что тут у нас так все? Странно. Блин, не хочется все ворушить. А что мы вот эту не можем с нами? Куда он бьет вообще? Я уж все это забыл. А, моста нифига нет. А чтоб мост активировать... Вот надо упасть. Что бы надо упасть? Как мы пещеру свою пропустим? Чего он выключается? Ничего не пойму. Странно это все. Ну, да. Так, пещера же вообще фиг знает где. Я думаю, надо где-то здесь попасть в нее. Тут мы не вылезем. Странно это все. Очень странно. Не думаю, что тут огромная пещера, которая начинает с этой стороны. Но, чтобы забрать ту ракушечку... Да, мы и тогда сюда попали. В неравный бой. Вот это не она. Нет, это не она. Потому что этого парня мы уже убивали один раз. Что-то крепкая, зараза. Хотя, с другой стороны, мы эту пещеру не общипывали. Выплюнь валерий быстро. Быстро говорю, выплюнь валерий. Нет, это не это. Да далеко вы что. Та пещера активируется. Мне кажется, поворотом вот этих вот зеркал. Только куда, как и где. То, что мы сейчас опять в начало пришли. Дошли до пещеры, что самое печальное. Увидели ее. А чтобы ее активировать... Хотя бы можно было помертвить уже всех врагов. Знаете, чтобы с ними не сражаться. Это была бы тема. Слушайте, так оно высунулось. Уже засунулось. Я же высунула его. И как это работает? Впрочем, ну его, наверное, нафиг, да? Это я просто все заново должен активировать. Вот опять оно включилось. А что оно включается? Время суток сменить нужно, что ли? Мост опять потонул. Я что, включал? Ну да, мне туда не нужно. А я оттуда бегу. Что довольно странно. А лучи перевернуть... По-моему, нереально. Вот здесь где-то пещерка есть. Вот эта вода очень странная. Вот эта вода вообще странная. И по этим лучам... Не, ну по этим лучам мы его активировали. Мы его активировали. Интересно, что вот здесь вот, может быть, с вами не были. И тут, возможно, мы что-то куда-то не доплыли. А вон пещера. До этой пещер, по-моему, не доплыли. Пока же мы туда не доплыли, если мы опять здесь же. А, а нет. Ребята, как мы с вами сразиться? Ребята, как мы сюда залезли? Вот там пещера есть. О! А! Это не та пещера. Мы тут были. Ну да. Ну да. Че вот эта хрень не усовывается? Я уже времена суток поменял. Это не та пещера. Беда, блин. Дошли до пещеры. Активировали. Не то. Опять мост ушел, что ли? Вы шутите? Нет, он должен быть. Нет, мост на место. Все равно. Че у меня не работает это? Куда мне что направить нужно? Может отсюда лучше? Нет, ну что с лучами игра, я думаю. Это вот она их выше поднимаю. А, конечно, обратно. У нас. Че не поймал. Ну да, мы не поднимали выше или поднимали выше. Просто, при чем здесь пещера? Что это за спуск? А, это же мы заходили. Как раз историю нашли. Не, это не то. Это поднимали, опускали. Это мы с вами делали. Там сейчас слева. Слева вот тут. Вот тут слева должен быть какой-то спуск. Который нам не виден. Ну какой? Заплыть надо максимально влево, чтобы попасть в пещеру и выйти через нижнюю часть. Потом спокойно оттуда вырулить. Наверное, да. Офига себе, а так можно было? Можно. А нужно? Не думаю. Еще левее надо попробовать зайти и там спрыгнуть. Не, ну просто интересно. Сундук на видно вот здесь. Вот тут. Тут я воду не упаду. А это уже выход с локации, да? А ну сюда дуй. Не. Еще может реально приземлиться в какой-то локации, где я не могу даже думать о том, чтобы там приземлиться. Не знаю, вряд ли. Тропа в джунглях. Непонятно. Луч не доходит, как это все взять тоже без понятия. Странно. Вот этот поток. Поток воды. А ну подожди еще раз. Может это как будет с тем, помните? Какой-то непонятной тропкой. И сюда. Нет, не поворачивает. Я бы туда выгрузился, вон бы, телепортом. Но это не то. Я вот просто не помню, давно это было. Если бы я был бы здесь недавно, я бы тебе... Вот тебе что мы с твоей головой делали? Вот этот момент я как-то запамятовал. Блин, ну так хочется схватить. Кстати, можно отдохнуть историю. Давайте, наверное, отдохнем. Сейчас соберемся силами. Давайте, как положено. А то мы с вами сгоряча. Давай отдохнуть. Сейчас, отдохнем. Все будет хорошо. Сейчас. Просто за живое взяло. Ну как, висит стондук, а я не знаю, как его взять. Имея при этом все навыки и идя на финального босса. Ну как это? А, мы тут не можем с вами послушать. А как мы чему историю тут не послушали с вами? А, разбить лагерь, наверное. Нет, не здесь. А как оно тут? А? Послушали историю. Ну зато отдохнули. Это тоже хорошо. А ну пещера, иди сюда. А как у меня надоели ребята. Почему-то содраться. Не может быть. Я просто не могу вспомнить. Один момент. Мы лучи с вами вращали? Или у нас не было тогда еще этой... Может у нас не было способности лучи вращать, а? А, может у нас не было возможности лучи вращать? Ну вот этот луч, но он что-то самозакрывается. Может эти враги там ходят? А что я не могу перенаправить? А, потому что он идет низко. Мы же поднимали его из земли. Да. Значит он идет туда. Он низко идет сейчас просто. А второй луч поднимает. Да, мы с вами, короче, начинаю прозревать. Мы здесь с вами были, но у нас не было возможности двигать, менять время дня. Понятно. Ну, наверное так. А ну поднимай второй. Точно. А там высоты не хватает просто. Банально. Да. Все. Друзья, нашли. Нашли. Тогда ты вот так вот будешь сейчас светить мне. Все. Вот это мы не активировали с вами. Поэтому туда сейчас лестница, наверное, появится какая-то. А, да. Теперь да. Блин, интересно. Интересно. Чтобы получить рецепт, да? Да. Так теперь этот провернуть. Я думал, мы с вами, чтобы пройти дальше, должны вот эту хрень были активировать. Чтобы лестница какая-то появилась. Нет, нифига. Мы сюда даже не дошли с вами. Плюс у нас эта способность появилась позже. Это типа возвращайся назад и делай то, что должен. Все. Давай лестницу. Это даже не лестница, это рот. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Ну нет, я даже подраться здесь готов. Хо-хо-хо. Блин, нет. Я, 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 я должен. Я должен здесь походить. Сейчас вернемся в счастье. Искать чертов сундук. Или собирать деньги на спасалон. Эээ, сто раз будем купаться. Сто раз будем. О, сокровище. Сияющий кристалл. Ну, замечательно. Может он нам очень нужен был бы. Можно мне посмотреть, что это? Эээ. Генерирует еще один усиленный заряд в начале боя. Атака или кошка. Это шарик, который выпадает или что? Да. Фига себе. Или что? Подожди. Ну да, усиленный заряд. Кошка. Какая-то бьешь кошкой? Какая разница? Ладно, это не столь важно уже. Мы без него как-то жили. И как-то еще проживем. Ну, сокровище, да. Не, ну, все это, конечно, хорошо. А что здесь делать-то? А, перепрыгни. Просто. Я просто... Я просто... Я просто у меня это состояние аффекта. Я долго думал, как сюда попасть. И я его нашел. Да. Радужная ракушка. Все. Вопросов больше к этому месту не... А, попугай имеет вопрос? Я-то не имею, а попугай имеет вопрос. Чисто. Ну, вот это мне нравится. А от этого мне ответ нравится. Так, давай бежать отсюда. Мы даже еду с вами нашли. Можем в таверне сейчас пойти отдохнуть. Тут не получилось что-то мне отдохнуть. Да, это просто те самые возможности, которые нам были недоступны. А у меня отложилось, что мы просто... Просто не захотели брать. Или я не знаю почему. Так, поехали в счастье. Сейчас отдохнем там сразу же. Сколько у меня? Шесть ракушек осталось. Одно в счастье. Ну, считайте, в счастье пять, если по салон использовать. А, ну давай, счастечко. Пошли, выспимся. Может, надо сто раз поспать в этом месте. И тогда все у нас получится. Даже огород отберу на всякий случай. Ой. Не, ну это деньги. То есть, спать нам надо будет сюда заходить, выходить и продавать вот это. Если это связано со спа-салоном чертовой счастья. Это счастливое наше, вернее. Где она сундук закопала? А что у меня грибы пищат? Какие-то они странные. Так, можно мне сон организовать? Во-первых, историю мы нашли. Внезапно. Спасибо. Приятный сон, как пожелание. Упокойся с миром. Тикс, мы историю нашли. Да, посмотришь, что тут есть у меня такой. Роза-вампир. Неплохо. У нас с историей все страшнее и страшнее. Давно должны были найти. Жил-был ботаник, который пытался обмануть сметь, вырастив настолько красивую розу, чтобы она не смогла ее сорвать. У меня же такое ощущение, что мы в уконки играем с вами, Black Mif. Пораженная сметь пришла в замешательство, впервые оценив красоту жизни. Были ли дальнейшие действия вызваны бешеной ревностью или авантюрным коварством, этого никто не знает наверняка. Используя темную магию, она превратила цветок в нечто еще более прекрасное, но голубое проклятие в розу-вампира. Обладая манящей красотой, она заставляла всех, кто ее увидит, охотно участвовать в собственном развращении. Слухи о волшебной розе достигли всех уголков мира, ведь она давала простое обещание, обещание, против которого мало кто мог устоять. Вечная жизнь, если человек готов ее принять. Несмотря на восторг, вызванный первым прикосновением, расплата быстро стала очевидной. Каждая секунда, проведенная с розой-вампиром в руках, продлевает жизнь на один год. Но за каждый одолженный год на одной из их костей вырастал шип. Рассказы гласят, что большинство людей, однажды коснувшись розы-вампира, сразу понимали, что ошиблись. Продлив свою жизнь всего на год, они вынуждены смириться и продолжать жить с очень болезненными напоминаниями об ошибке, сопровождающим каждый их шаг. Но некоторые не могли остановиться и стали тем, что немногие назвали бы людьми или даже живыми. Хотя неясно, существует ли еще роза-вампира, но известно наверняка. Как выясняется, в итоге смерть всегда смеется последним в лицо дуракам, которые пытаются ее обмануть. Блин, прикольная история, точно как в Уконге. Нет. Мне понравилось. Ну что, сундук дайте. Счастье. Где-то же он должен быть, блин. Точно с колодцем что-то связано. Я вам гарантирую, что с колодцем что-то связано. Или с крышами. Вот это дымоход странно. А может теперь перелезть по веревке? Мне здесь тоже странно все. Я его увидел. Я не скажу где. Сохраняйся. Я его увидел. Сколько раз я там был. И не смотрел в ту сторону. Пипец. Ну все, это уже меня уже все. Уже ажиотаж пошел. Видите, уже зависимость пошла у меня ракушечная. Я увидел только что его. И сколько раз я там прошел, люди? Сколько раз я пробежал там? Опять же, торчит кусочек сзади. Вот он. Как ты мог его не увидеть? Радужная ракушка. А ну расскажите мне. Сколько у меня осталось их? Осталось-то чуть-чуть. Пять штук всего. Пять штук. Пять. Пять. Пять штук всего. А ну попугай говори. Есть тут еще ракушечки? Попугайчик. Ну я тебя обожаю просто, дружище. Все, чисто. Люди, я пойду рыбки еще наберу. Не надо нам купаться, оказывается. Там и зря серая засунули. Робота. В воду засунули. Из-за того, что ракушку искали. Понятно? Ну все, выплываем тогда. Выплываем на карту и смотрим тогда, что дальше у нас будет. Если, конечно, найдем, что будет. Да, карта? Ну да. Готовы? Готовы. Сейчас решим, куда. Пять всего штук осталось. Я хочу этот рецепт. Так, смотрим. Остров призраков. А ну каркай. Сокровище. Но это логово некроманта. Это ж не ракушка. Я за ним не пойду. Хотя там может быть список вопросов вполне. А за него тоже могут дать ракушку. Пипец будет, если так. Логово некроманта. Где это? Так, тут чисто. Тут чисто, тут чисто, тут чисто. Все этот край почистили вместе со счастьем. А, вот тут может быть, кстати, что-то. Я так понимаю, это все. А что это такое вообще? Ну подожди. А что это застрелочка? Продвинуться дальше здесь? Какая-то штука рыба. Как это? То есть, может быть, здесь что-то? Ну что, знаки вопроса. Что это за место? А, кстати, а мы тут нифига с вами не поймали? Что это за место вообще? Не, достижения по рыбе получил. Не надо, ля-ля. А, реально, это что-то, 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 что-то не... А, это что-то. Интересно. Так, подождите. Мне надо посчитать тогда ракушки. Сколько их осталось. Слышите? А что это за место? Не, это не для рыбной ловли. Мы ее поймали уже, последнюю рыбу. И даже попугай не колется, что это. Что это такое, попугай? Дальше продвинуть удар. Дальше финала? Ракушка. Испытание древнего тумана. Раз. Одна ракушка. Вторая ракушка. На уровне топи. Две ракушки. Ладно, две ракушки. А где еще три ракушки? А? А где еще три ракушки? Скажите мне. Ну, две ракушки. Может, она скажет потом еще одна какая-то. А мне надо пять ракушек. И где же я еще не нашел? Тут чисто. Ну, тут про сокровища только говорится. Тут чисто. Тут сокровища. Недовольство. Слушайте, мы что-то тут не добрали. Может, конечно, у флешмальсера еще будет где-то там какое-то мегалогово или мирук какой-то. Ну, ладно. Пошли добьем то, что есть. А потом перед боссом флешмальсером тогда уже строим поиски глобальные. Испытание древнего тумана. Реально, мы не нашли это. Серьезно? Нет, это не горная тропа. Еще раз. А, вот несколько. Несколько. Оно просто не показывает сразу этот говнюк. Запретная пещера. Здесь что ли? Серьезно? Не нашли ракушку здесь? Здесь не нашли ракушку? А, ну подожди, если будет совсем все плохо. Здесь срыв сделал. Нет, тут как минимум три уже есть. Просто попугай сразу не говорит про все сразу. А где тут могла быть ракушка? Тем более, это локация стартовая фактически. А, ну назад, дуй. Хотел тебя подвинуть, чтобы запрыгнуть. Все? А, у нас не было... А я думаю, что я не взял? У нас не было ветра в руках, короче. Ой, кайф вообще. Сияющая... А ракушка есть еще? Есть. Горная тропа. Друзья, здесь все есть. Ясно. Не было у меня ветра просто, поэтому ее не взяли. Горная тропа, окей. Как тут вылезти вверх? Одним движением нахожу сразу. Горная тропа здесь. Но это очень обширный уровень. Это проблема, да, может быть. Не хотел бы я здесь ракушку искать. Это очень большая локация. Я не знаю, где она здесь. Ну, мне очень понравилось, как мы и нашли. Тут ходить долго будем, сразу говорю. Ну, они пять здесь, реально пять здесь. Смотри, налево-направо. Потому что попугай, собака не колется сразу. Он сразу сказал, сколько ракушек. И где именно. Нет, по одной говорит, еще и сокровище упоминает. Которые, в принципе, не нужны. Но, с другой стороны, я так понимаю, за ответы тоже может быть ракушка. За это. А может быть броня какая-то. Я не знаю. Это весело, конечно. Четыре мне осталось найти. Но тут как минимум две еще. У древнего тумана одна, а я здесь где-то одна. Только бы ее увидеть бы хотя бы. Может, тут где-то не достал. А то мне нужны вот эти одноуровневые товарищи. Ну, уж одноуровневые. Я получаю 76 опыта. Ну, и помидоры, конечно. А, тут мы уже лазали с вами. Было дело. А что мы тут искали? А, мы искали, где закрытое было что-то. И что? Вот знак, помните? И что, не нашел я здесь ракушку? Мы же ее подробно все исследовали. А ну, смотрите, воба опять где-то торчит. С какой-то задницы. А ты пойми реально, где она может быть. Пойми реально. Вот я сейчас вернулся. Что, назад вернулся что-то? Гравюра стерлась. На ней определено напоминается обряд посвящения для детей в состоянии Древней Туман. Это я не читал, по-моему. Или читал. Это ж наша стартовая локация, да? Да, это одна из стартовейших локаций, которые мы с вами проходили. Значит, что-то где-то, где-то тут-то... Так, посмотреть нельзя. Тоже где-то примитивно, наверное, лежит. Да, мы же здесь с вами отдыхали. Помните, давным-давно? Дальше пролезть не могли. Почему? Не помню только. Не, ну счастье, конечно, тоже комедия. Сколько раз вы за нее пробежали? Говорю, должна быть где-то здесь. Сто процентов чувствую, нюхом, что должна быть. Она торчит на меня, смотрит, ржет. Ну, не она, а сундук. Так я вот за него протирался. Я же там был. Я же там пробегал. Это не это, не... Жаль. Тут не может быть такой... Такой штуки, как в счастье, нет? А зачем лестницу там? Я вот просто понимать... Хочу понимать, зачем там лестница. Для чего она там? Че это за лестница? А вы зачем здесь? Блин, сейчас пройдем всю горную тропу. И не найдем то, что нам нужно. Тогда будет веселье. Я у тебя все купил. А ну, смотри в оба. Вот тут надо влево пройти. Может, я там тоже побежал в тот момент. Вполне мог ломануться. Ого, три урона. Вполне мог побежать вперед. Сейчас тут не досмотреть. А вот туман какой-то. О, сюда, наверное. А, тут мы уже были. Вот. Были. Хотя место странное. Вполне может торчать еще где-нибудь. А водопад нет? Нет. А вода, что это за вода? А лестница, что это за лестница? Вот тут, в этой местности надо искать. Вот я вам гарантирую. Вот сто процентов в этой местности надо искать. Страшнейший урон. А ну, смотри тут. Это подъем к... Ну, да. Куда-то мы не завернули вот здесь, мне кажется. Вот тут как раз проход туда, куда мы искали. Вот тут наше путешествие закончилось в этом месте. Видите? И дальше я не пошел. И поэтому, возможно, я не нашел то, что искал. А она могла бы здесь. Та птица, она на краю. Вот тут смотри. Сто процентов тут может быть. А зачем? К чему вот это вот падение в темноту эту? Не знаю. Очень странно это выглядит. Очень. Давай здесь упадем. Убей, кабана. Ну, это обход с другой стороны. Здесь мы упали. Тут прошли. И сюда упали. Отсюда вышли. В этой пещере мы были, да. Сюда вышли. Пошли наверх. К чему вот это вот? Вот это к чему? А к чему реально вот это? А, это мы с этой стороны идти туда. А вот это к чему эти озера. Ладно, будем считать, что выше. Что мы что, закончили наше продвижение здесь? Вот тут. А вот здесь, наверное, то, что мы не дошли, Малеха. Хотя будет весело, если мы не найдем ничего. Так вот, древний туман уже. Ну, да. Что здесь не нашли, что? И где тут ракушка? У него внутри? А, мы не заходили внутрь, кстати. Ну, пошли. Да. Так, древний туман, это уже другая ракушка. Как по мне. Тут, скорее всего, где-то ракушечку не нашли. А ну, сделай мне тут сейв. Блин, геморрой. Был сразу иск... А, сразу у меня могло возможности не быть, поэтому... Мои взятки гладкие. Я ж не могу с ним снова драться. Что, я реально мог вот этих вот подлокациях пропустить. Ракушку? А как я вообще на версию залезал? Ой, я был монстр. Все, еще ничего не... А, фу. Не, ну тут, если я видел сундук, я его забирал-то. Или до которого... До какого-то не мог дотянуться, не знаю. Да ладно, мы тут все прошли, все испытания не надолели. Можем еще раз тумана грохнуть, если будет плохо себя вести. Вот сундук справа взял я. По веревочке прошел. Не, сейчас проберу, конечно, все испытания. Но, мне кажется, мы с вами все здесь сделали. Все. Если, конечно, где-то не торчит кусочек чего-то там. Где-то там. Нет, тут две запроса вообще. Что там валим, да. А где ж на тропе тогда? Там я выходил. Я помню, выходили мы оттуда. Туда верни. Очень интересно. Я бы сказал, даже безумно интересно. Надо сундук забрали, окей. Где от меня они могли спрятать? Целые ракушечные два сундука, как минимум, вот в этой подлокации. Или рядом возле нее. Это ж несчастье. У меня счастье ослепило просто. А там кто-то бегает еще? Кто это тут бегает? А вы кто? А что вы выжили? Что с ними делать? Они сами с нами все сделают, да? Сколько? Ну, они только магии понимают. Понятно. Не-не-не-не-не. Не пойдет. А, так больше некому. Тогда выплюнь. Смена. Тогда выплюнь, да. Дел. Ну, это не то. Мы все с вами активировали. Все получилось. Все сделали. Нажали. Я не знаю, может попугай врет. Может попугай и полгать нам. Но если бы он нам не лгал, мы бы сейчас два нашли. И всего два осталось бы найти. Это ни о чем. А, вот это вот под... Да. Долбанный, блин. Вы понимаете, да? Удар ветром. А мы получили способность двигать после того, как прошли... Туман. Туман. Вот вам и пожалуйста. Попробую их найти. Не честно. Потому что... Я бы ее забрал бы, конечно. Не, ну хотя бы она есть. Это хорошо. Вопрос... Вопрос в другом. А где на горной тропе-то? Чего мы там не двинули? У нас сегодня будет пятичасовая серия, я чувствую. Из-за ракушек. Никому не нужных. Да. Чтобы рецепт получить. Да. Давай. Вернуться к горной тропе. Да. Давай сейчас на попугая посмотрим. Где-то тоже на ранних локациях. Что-то не толкнул. Да что-то не дотронулся. Да? А ну, давай попугай. Сияющее озеро. Ну, забудем про него. Ай, ай, ракушка. Горная тропа. Вы шутите? Где? 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 А, так я это не умел делать, наверное. Поэтому я в эту сторону не ходил. Я ж не умел это делать. Как бы я здесь оказался. Если я даже двигать не мог, идти. А это древний туман ранний самый. Нифига. Все, уходим. Вот вами горная тропа. Закончил. Где тут горная тропа? С какой, блин, стороны ваша горная тропа? Место приземления. Ну, так бы и называлось, наверное, местом приземления. Да? Жесть. Горная тропа. Ну, я ж прошел только что. Толи поперек. Где мы? Что мы пропустили? А ну, давай посмотрим сверху. Ну, мостики, мостики. Что-то непонятного. Вообще ничего непонятного. Пошли обратно. Это что-то должно быть. Ну, где-то ж она должна. А ну, смотри вниз. Жесть какая-то. А зачем мне два? А ну, подожди. А зачем мне два реально? Этот мост откроет. А это зачем мне? А он быстро гаснет так. Ну, ладно. Не буду тогда испытывать судьбу. Собака. А ну, смотри по краям. Где-то спрыгнуть. Где-то упасть. Не, ну, я верю попугаю. Еще я ему не доверяю, что ли? Туда нельзя. Кто я такой, чтобы не доверять попугаю? Скажите мне. Ай, блин, они обновились. Какой кайф. Как нам пробежать, чтобы... Так как-то сейчас и... Сейчас и пробежим, что нифига опять не найдем. Ну, тут мы хорошо все исследовали. Сюда мы ходили с вами нормально. Ну, там мы убивали всех. А ну, вот этот странный. Там птица сидит. Вот этот странный, кстати. Очень странный. К чему вот эти вот холмики? Что здесь такого? Это мы их обошли. Это мы их сейчас обошли. Внизу что-то. Нет. Отсюда можно вылезти легко. Ладно, обошли. Хорошо. Тогда плевать на них. Это тут козла обходим, да? Да, это я иду вниз. А ну, жахте их, надоели уже. Ничего. А пещера что-то меня сохраняет перед ней. Ладно. Чтобы я здесь вышел. Чтобы я не ползал. Ну, давай падай вниз. О, где я? А, тут ты. Здесь же. Просто отсюда мы должны были выйти. Тут ничего сверхъестественного нет, кроме 100 врагов. Хотя я здесь не был. Может и был. Может и не был. Вот это надо осмотреть пещеру. Ты чего офигел? Не. Не. В этой пещере мы чисто взяли сундук и вышли отсюда. А попали сюда. Попали сюда чисто ради этого сундука. Ну что, три осталось ракушки. Одна здесь. Слушай, а как отсюда уйти? Тьфу-то, я не увидел. Ну да, вот такую лесенку пропустил где-то. К чему вот эта ванная здесь? Пшит за ванной. Эй, реально лесенку вот такую не увидел. И все. И давай. Все, гуляй. Не увидел лесенку. Пока. Слушайте, люди, как не спуститься вниз? Че за фигня? Вот это еще подозрительное. Хотя это ради сундука внизу. Как мне вниз реально? А как и поднялся сюда? Танш-вода есть. А, через эту пещеру. Она тут проверь. Все. А вот сундук. Блин, похож на не сундук. Нет, это не сундук. Не сундук. Я тебя найду. С попугами я не обманул? А, я думаю, нет. Если попугай будет обманул, тогда мы вообще обречены. Я тебя все равно найду. Где бы ты ни была. Драться не хочется. Ну, походу, придется. Не придется. Ёж моё. Да куда ж вы ее засунули-то? Я же сейчас выйду же опять. Не пойми куда. Опять куда-то засунули. Да, это начало уже. Я уже выхожу. Охренеть. Вот это спрятали. Ладно, вот этот. Может он так же торчит где-то этот. Ну, вы даете. А это чё? Шервер шампанское в студию. Да. Не заметил перепрыг. А камеру не. Камеру мы не доведем. Так, посмотрите, как классно спрятали. Ну, да. А, и когда я здесь был, у меня не было кошки. Поэтому я никак бы не посмотрел это место. Все. Маленькая, маленькая фигня. И все. Вон еще что-то. Ну, а ну, подожди. При чему ходить? Не, сокровище себе оставь. Все, только сияющее озеро. Хотя, Сэнс, я же говорю. Сокровище может быть вопрос. Вопросы. Пипец. Столбик. На который ты не мог раньше обратить внимание. Потому что ты прыгать научился гораздо позже. Сколько? Три осталось. У меня 60. Фух, как тяжело искать-то. Не, ну хорошо, что находим. Две осталось. Так, что я перевыполнил план. А какое озеро? А ну, еще раз каркни. Сияющее озеро. Это здесь, что ли? Здесь мы не забрали сундук? У рыб? У тебя, что ли? Т-нет, вроде бы. И где мы тут что-нибудь забрали? Не доплыли, что ли? А, это тоже считается сундуком? Пять молока. Ну да. Не, ну я туда не плавал, если быть честным. Там могла быть и ракушка. Ну, хорошо бы, если бы она там была. Это найти проще пареной реп. Это не на горной тропе найти палку, за которую нужно цепануться и перепрыгнуть. Красота. А ну-ка, аркни еще раз. Я уже во вкус вашу. Тучи. О, так красавчик. Это мне нравится. Ну что, два, друзья. Два осталось места. Сокровища топи раз. Еще давай. Ракушка на топе. Ну, как раз туда и пойдем. Не осталась у меня одна ракушка. Но у меня вполне могут быть сомнения, что эту ракушку могут дать реально за вопросы. И тогда конец. Потому что вопрос попробуй найди. Так, а топи это где? Лучше бы это в озере он там был, где рыба топится. Топи это вот эта фигня. Вот эта фигня. А это что такое? А что это такое? А вон прос каменщик. А что это? А, это подъем. Ладно, это не то. Это мы в город каменщик попадаем. Назад мне, пожалуйста. Я надеюсь, здесь две ракушки. Если две, то я счастлив буду. Если нет, то не очень буду счастлив. Тогда я пойду счастье и буду счастлив. Вот это нельзя здесь присесть. Нет. А где топи? Вот это считается топами? Ну реально считается топами? Нет, а каскад. Слишком красиво для топи. Вот это топи считается. О, это локация придуренная. А это что? Топи с двух сторон, с трех сторон заходить можно. Представляете? Конечно, здесь мы понапропускали все на свете. Давайте с тыла зайдем. Давай сделаем сейф. И воспроизводи, что ты мог здесь где бросить. Да, эта локация не очень хорошая. Хотя мы ее... А, мы же ее избегали. Помните, мы ее избегали? Я уже и жуков не помню, что такие были у нас. Нифига себе. Я не могу его убить. Сопротивление физическому урону. Они нас порвут сейчас. Хорошо, что сохранился. Смотрите, что сейчас с нами будет. Сколько у него здоровья? Мы что, фигели совсем-то? Тирай, порви их. Я тут пришел за сокровищами и еще за чем-то. А вы тут это... Ну, тут тоже фигню надо смотреть. Короче, где-то там... Видите, какой сложный ландшафт. Вот из-за этого чертова сложного ландшафта... А дальше за дыркой вот это. Это не может быть то, что мы ищем. Нет, а грибная пещера? Ну, вполне себе ничего. А, мы ее разбивали, сверху падали. Точно, мы сюда падали. Я это вспомнил. Странно, что мы тут ничего не нашли. Ну, это огромная локация. Сложнейшая тоже. Хотя, первоуровневая, да, считается. Подожди, а что наверх... Мне наверх нужно. А вы меня вниз тащите. Что-то не понял ничего. Ну, подожди. Два сундука это много не найти здесь. Поэтому не надо меня тащить вниз. А я могу еще наверх залезть? Так, там огороды были. А я могу так же сделать. Слушайте, а там огороды были, реально. И вот там я точно не был. А как же вы туда забегали-то? И что, я был в пещере? А, может, это вход. Слушайте, может, я отсюда заходил. А, я не посмотрю карту. Может, это реально вход. Самый первоначальный. Из первоначальных. Мы не сверху с вами начинали, нет? Нет, это площадка X-TOL. Вот этого прохода, кстати, не было. Нет, мы снизу начинали. Значит, это финишная точка. Значит, это финишная. Нет, фу, опять жуки. А как же что-то залезть? По проходу. А как же к этому проходу? А, вот здесь. Вот, есть проход. Вот это я мог реально пропустить. Чтобы так и было. Не ради же огорода я сюда приходил. Не, помню, что был. Наверное, не удивили. Ради огорода. Хотя, может быть, где-то сундук торчать. Не, ну хоть проверили. Если это уже не нужно тогда. Уже чуть легче стало. Спасибо. А, и упасть в яму, что мы падали, да. Значит, идем правильно вниз. Спускаться легче. Потому что, видите ли, мы, когда поднимались, не увидели эту палку. А сейчас мы с вами спускаемся, как и тогда. Будем не доврезать. Не даст осмотреться, зараза. Че тут могут быть пещеры. Вот это что? Надпись на руну остается своими неразборчивыми. Слышите, кстати, странная вещь. О, нашли. У меня не было просто возможности разбивать вот это. У меня не было кобольтового молота. Ракушка, друзья. Ну да, это защищено. Поздравляю нас. Ну да, это не пропустишь. Сокровище одно осталось. Топи. Ракушка. Портовый город Бриз. Где? Где? Боже мой. Портовый город Бриз. Слушайте, а в топиах где сокровище? Портовый город Бриз. Ракушка. Последние люди. Последняя ракушка в Бризе осталась. Обалдеть. Вот это да. Ну Бриз-то вообще делать, что хочу. Может сразу в Бриз идти? Я уже далеко забежал. Да. Тут может быть, кстати. Тут не видно нифига. Вполне может быть, висеть где-нибудь. Уровень, скажите? Много сломишь. А. А. Так мы туда залезли, да. Там как раз ракушка была. Сокровище взяли. Ракушку нашли. Сюда добежали. Мостики. Хреностики. Жуки. Вот же, же, зараза. Постоянно к выходу идти. Ого. Молоко за них дает. Знаешь, за вопросы не положена ракушка. А может, там больше не положено и вопросов. Я ж не знаю. А, вот. Ха-ха. Вот оно. И как? Нашли. Какие предложения? Да, мы-то тогда думали, что куда да как. Реально, как сюда залезть. Сверху? Сверху упасть. Сверху этой пещеры упасть. А сверху этой пещеры упасть. Надо залезть сначала с той пещеры наверх. А с той пещеры наверх залезть. Что-то я сюда не пошел первый раз. Да, в яму упасть просто. Забрать сундук. Что я не додумался в яму грохнуться? Может, я сюда не залезал. Да, тут проще. Все, просто упасть на сундук. Ну да. Рецепт грибной суп. Как я без него жил все это время. Ну люди. Все, а ну каркни. Попугай, а ну каркни. Ракушка? А, ну да. И что, все награды нашел? Ладно, выносите меня. Куда я тут идти? Ванпост, камечка, в рыбачье озеро. Да, направо. Камечка меня занесите побыстрее. Все, ему телепортироваться. Вот этот странный тоже, да? Можно почувствовать покал на древней магии. Подожди, я сохранюсь. Все-таки мы с вами молодцы. А вот в Бризе я не знаю, что там делать. Там тысячи всяких. Поворотов за воротов. Плюс еще ресторан, в котором я не бывал. Кстати, вполне возможно, что там может быть ракушка. А я туда не заходил. А это чего? А, это мы вытаскивали все. Чтоб дальше пройти. Нам сюда, да? А, тут одинокий мужик, который смотрит вперед. Это судьба, согласен. Блин, это самое-самое начало игры. Представляете? Вполне может быть в ресторане пеликан, в котором я так и не попал. Хотя, зачем туда попадать? Не, ну какой-то ж квест я пропустил, получается. Правильно? Если туда не попал, в ресторан пеликан. Это единственное место, где я не... Мы даже арену прошли. Мы полетели в Бриз. Бриз. Портовый город Бриз. Мы уже даже его оплавали со всех сторон. Мы что, даже в азартные игры, по-моему, всех выиграли. Нет, надо менять на день. Вообще ничего не найдем. Что там загорелось? А, фонарик загорелся. Блин, классно. Смотрите, как атмосферно, да? Продумано. Оп, фонарик загорелся. Ладно, вот так давай под этим углом посмотрим. Ну и что? В любом угле... Углу... Углу. В любом доме может быть. Мы же один даже секретный дом нашли с вами. Да, ну, наверное, тут это не... А, тут можно воду упасть. Нельзя. А это к чему? Вот одна была. Ну, тут две вряд ли месяц поставят. Нифига. Пошли улица за улицей. Будем все прокликивать. А, так я тут был. Пошли, пошли. Что-то какая-то дверь откроется. Хотя двери никогда здесь не открывались. Ну, давай. Вот этот квадрат исследуем. Жалко здесь взлететь нельзя. Тут быстро бы. Я бы тут быстро все нашел. Погоди, вы бились с механической машины? Хотел бы я это увидеть. Парень, ты не знаешь, где тут ракушечка есть? Какая-нибудь. А к чему этот бассейн? Что это за дом? А, не, я уже выиграл здесь ракушку. Там забрал. Не, парень. Я два раза играть не буду. Вряд ли ты мне дашь еще одну ракушку. Так, бассейн ни к чему. Мужик, ты что тут сделаешь? Сейчас ставлю все деньги на золотого чемпиона. Не может быть, чтобы он проиграл. Такова судьба. Вот этот по веревке надо пройтись еще посмотреть. Так, а тут мы заработали. Ракуху. У нас пока нет кораблей, чтобы начать торговлю. Но хотя бы арена обеспечит нам много туристов. Вот выход в воду. Ну, это если ты упал, чтобы залезть. Тут мы нашли одного лодочника в свое время. Он тоже дал нам ракушку. Это тоже был квест рыбу. Помните, мы с вами таскали. Это выход. О! О! Сюда же не попадешь никак, кроме... Она сейчас с водой связана. Только с водой, короче. Понятно? А зачем тут пляжи? Сейчас еще осмотрю, пойду. Ну, тут упор вроде бы все. Не, ну, тут и смотреть негде. Там дальше арена, мы общупали всю. Я между домами ходил очень конкретно. Очень здоровски бегал. Это странно, а с водой что-то происходит. Тут не пещера, нет. Вот это пещера, нет. Лопату бы. Нету. А сюда я не плавал, кстати-то. Сейчас вода... О! Вот этот мужик странный, кстати. Должен хро-хро-хро. Сейчас, подожди. Воду надо осматривать. Вот все остальное, я в этом уверен, что я был там. А вот насчет воды я не заплывал. А, ты не заплывешь. Все. Вода, все. А там еще был берег с другой стороны. Минуточку. Ну, тут точно нет. Тут мы все проверяли, да? Да мельчай. Вот этот мужик, может, кстати, может квест какой-то дать еще. Ну, подожди, к мужику сбегаю. Я пытаюсь смотреть везде, но вы понимаете, да? Какая-то детализация. О! А ты кто? Это француз. Блин, ну дай мне ракушку. Нет, не даст. А оттеста кто-то стоит? Тебе странный какой-то стоит парень. Мои родители запечатают мне смотреть бои на арене, но мы с друзьями нашли место, куда можно подняться, наблюдать издалека. Скажи, куда. О, к нему тебе я хотел подойти. Теперь тут все готово, пожалуй, смогу вернуться в счастье. Давай. Наскораблей нет. Как только я закончусь работать, схожу взгляну на арену. Не ходи туда, там все уже мертвы. Ха-ха. Так, эти ракушку мне давали в свое время, я помню. Не говори никому про наше секретное место. Тут нечего делать, да. С этой стороны я заплывал. Так, ладно. Но верхнее точно я все исследовал. Это не может быть. Разве что где-то тут торчит за... Или вход в здание, как там вверху было возле арены. Помните? Одно движение, я в доме оказался. А не видно входа. Здесь тоже может быть вполне. Здравствуйте. В последнее время я вижу, много улыбаешься людей. Это хорошо. Как отсюда вылезти? А-а-а. Реально, как отсюда выбраться теперь? С тех пор, как открылась арена, тут проводится много мероприятий. А тут в воду можно упасть? Нет. Ну, оно и к лучшему. Это я обшар... Обшаривал полностью, полностью. А, вот, смотрите, уход на арену. Эх, нельзя. Я думал, шторы открытые, смотрите, можно. А неплохое место было бы, да, для... А, тебя я уже обыграл. Тут я ракушку забрал. И тут я везде был. И тут я был. И сюда за хай. А к чему это вода? А, вот, лестница подозрительная. Эй, блин, Брис, это самое худшее место для поиска ракушки. Это я вам гарантирую. Все-таки рад появлению арены, он создал нужную комфортную атмосферу. Это худшее место для... Друзья, палатку зайти. Можно. А ну, проверь палатки. Кому свежий хлеб. Ладно, давайте засеявимся. Не, ладно, не буду пока. Здесь что не нашел еще. А вот фонарь странный весь. Это не вход в случае? Ха-ха-ха! Люди добренькие. Сколько я тут проплавал? И попасть можно было с любой точки. Слева. Справа. Ты кто? Может, ты что-то важное предлагаешь? Можно я за... Нет, давай с тобой поговорим сначала. Здравствуйте. Добро пожаловать в мой дом. А я заныривал, может, тебе, нет? Простите, но я не принимаю гостей в такое время. Только если у вас нет печать торговца. А вот куда и печать торговца идет. Как вам? Нормально, да? Всю игру проносил. Всю игру проносил. О, тогда это все меняет. Разве нет? Добро пожаловать на тайный рынок. Всю игру проносил. Всю игру спрашивал. Кому это отдать? А что так интересно? Глаз Ямара я уже купил. Сомнительный вызов. Увеличивает получаемый урон. А нафига это нужно? Фолиан знание. Увеличивает получаемый опыт. В определенной ситуации увеличивает урон. Ну, это так, баловство. Ямара мы и так купили. Не, ну, может, для достижения, возможно. Ну, и ради последней ракушки, друзья. Найдена радужная ракушка. Я вас поздравляю. 60. Невероятно просто. Фонарь выдал, короче, торговца. Ты там, этот, фонарь сними. Сейчас найдут, скоро запеленгуют. А вот теперь можно сохраниться. А я вообще без проблем вообще. А теперь вообще без проблем. Пипец. Друзья, мы нашли все ракушки в игре. Все. Теперь у меня вопрос остался с пеликаном. И у меня вопрос остался с платами, которые памятник. Шифром. На кой он нужен, если мы все уже нашли. Ну, ракушки какие-то еще где-то там или чего-то там. А, кстати, пошли. Последний рецепт заберем. В Дакаре. Вы представляете? А ну, каркни. Все, народ, карту очистим. Представляете? А, кроме этого места. Где мне нужно куда-то продвинуться. Кар осталось сокровище. Сокровище? Где? Логово некроманта. Да чтоб тебя. Я завис. Замечательно. Сейчас еще зависит, там не хватало. Я руками, я руками доплыву. У меня этот геймпад разрядился. Ну, конечно, играть 5 часов подряд. Сейчас буду клавиатуру осваивать. А как же мне вывести? Да, вот так. Слушайте, интуитивно начал работать на клавиатуре. Мне к Дакаре. Мэп. А как карту открыть-то? Я не знаю. Как карту реально открыть? Не, ну взял разрядился. Ну, сволочь же, а. Не дал доиграть. А я думаю, че я перестал двигаться? Так, вот здесь где-то логово некроманта. А в какой точке? А, вот в лесу, наверное. Или где логово некроманта? Там болото. Короче, куда мне надо ехать? Плоский остров. Справа был. Я не могу карту открыть. Я не знаю, как ее открыть. Плоский остров в Дакаре. Нет, даже не плоский остров. Мне нужно ниже. И все равно сейчас придется, наверное, заряжаться. Вот сюда мне нужно. А ну, высаживайся. Добегу, интересно. Подолжу, наверное. А мне надо попасть в этот. Водоворот и добежать. В принципе, две кнопки только нужны. Прыжок и стрелочки. Остальные я не знаю, как работают. Мы это сделали. Даже геймпад не выдержал. Мы выдержали. Здорово. Лишь сохранится мне тогда и выйти. Привет. Сегодня будет что на обмен? Сдать ракушки. Она покажет, что последнее. Что-то метафизическое за 60. Давай. Я не знаю, зачем я это делал, но это того стоит. Сколько ракушек? 60. Поздравляю. У меня есть кое-что для вас. Радужная звезда. Эй, вы опустошили мои запасы. Вот это я называю успешным сотрудничеством. А последний предмет был моим самым особенным. Но понять не имею, зачем. Радужная звезда взлетела и исчезла. Вы это видели? Ладно, это была какая-то подделка. Вау. И что мы решили взяли? Вы собрали все. Спасибо за завод. Это нормально вообще. Как открыть инвентарь? Не могу открыть инвентарь. Ладно, давайте доберемся хотя бы до выхода обратно наверх. Радужную звезду за 60, чтобы она исчезла и все. А что она исчезла? Не знаю. Это явно было не подделка. Это что-то важное. Что-что-что-что она сделала? Зажгла новую локацию? В реале. Ну ладно, мне хватит, чтобы добежать до сохранения. Сделать сейв. Я, знаете, куда сейчас побегу? На финальную локацию. И, по-моему, все с вами. А, ну открой. А, я не знаю, как карту открывать. На клавиатуру. И не хочу лезть на стройки. Это остров-остров. Нам центр нужно. Не, ну что-то аж одно делает. Что? Сколько мне надо общую карту? Ладно, это мы узнаем потом. Где, как перейти в мир? Он был над стрелкой по центру. Вот здесь где-то он был. Вот он где-то был. Вот сюда. Даешь-маешь. Я не могу найти переход. Но он в центре должен быть. О, нашел. Все, давай. Может, там звезда у нее сложилась какая-то. Наверх меня, пожалуйста. А можно и здесь. Давайте, чтобы не у некроманта, а на станции спидбол. Тут, по-моему, и сейф есть, мне кажется. Да, есть сейф. Все, друзья. На этом все. Мы с вами сделали невероятное, но сделали это. Даже техника не выдержала. Но у нас получилось. И в следующей серии финалем. У нас с вами последний финальный босс. Последняя точка, куда можно прийти. Еще непонятно, что за три вот эти схемы. Еще одну схему где-то найти надо, чтобы шифр какой-то получить. И войти в ресторан Пеликан. Два места, которые для меня остались закрыты. Все остальное мы, в принципе, вскрыли пару еще остальных. А, викторина ничем не закончилась. Мне ничего не подарили. Скорее всего, еще что-то есть. Где-то. В каком-то сундуке. Может быть, даже у этого. У флешмансера вполне возможно. Хотя нет, у флешмансера должна быть схема. Значит, где-то пропустили что-то. А где? Сейчас карту не могу открыть, к сожалению. Тут мне только как играть. Я не знаю, какой кнопкой. Не буду нажимать, сейчас что-то сделаю. Уже тогда с гейпадом. С гейпадом, блин. О, пора заканчивать. Все, спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль. I'll play. До встречи, наверное, уже в последней серии Sea of Stars. Пока.